Сомерсет Моэм. «Тогда и теперь». Роман. Перевод с английского. Журнал «Звезда». Первый-второй номера за 1994 год. Примечания и перевод Григория Крылова. Роман Сомерсета Моэма 1874-1965 годы «Тогда и теперь» опубликован в 1946 году. В журнале «Звезда» печатается с небольшими сокращениями. Никто не может написать книгу такого рода из головы. И я брал то, что мне было нужно, там, где это удавалось найти. Моим основным источником информации, естественно, были труды самого Макьявелли. Многое из того, что отвечало моим целям, я почерпнул в биографии Томазини и кое-что в биографии Виллари. «Пользовался я и основательным трудом Вудворда Цезарь Борджа. Я хочу выразить глубокую признательность графу Карло Бьюфу за его живое и точное описание жизни Цезаря, за его любезную готовность предоставить мне любую книгу, о существовании которой, без его помощи, я так никогда бы и не узнал, и за его терпение, с которым он отвечал на мои многочисленные вопросы». Глава первая Чем больше изменяется мир, тем больше он остается неизменным. Глава вторая У Бьяджо Буанакорси выдался нелегкий день. Он устал, но, будучи человеком пунктуальным, прежде чем отправиться спать, сделал в своем дневнике запись. Запись была краткой. Город послал к герцогу в Имолу человека. Может быть, потому что он не придавал этому значения, имени человека он не упомянул. Человеком этим был Макьявелли, герцогом Цезарь Борджа. День у Бьяджо Буанакорси выдался не только нелегкий, но и долгий, потому что дом свой он покинул на рассвете. Вместе с ним на приземистом пони отправился его племянник Пьеро Джакомини, которого Макьявелли согласился взять с собой. В этот день, 6 октября 1502 года, Пьеро стукнуло 18, и потому день был самым подходящим, чтобы впервые выйти в большой мир. Пьеро был стройным, высоким для своих лет юношей привлекательной наружности. Руководствуясь советами своего дяди, его мать вдовствовала, он получил хорошее образование, умел красиво писать и мог неплохо составить фразу не только по-итальянски, но и по-латыни. По совету Макьявелли, который был страстным поклонником древних римлян, он приобрел довольно серьезные знания по римской истории. Макьявелли был глубоко убежден в том, что люди во все времена одинаковы, и одни и те же страсти владеют ими, и потому при сходных обстоятельствах одинаковые причины должны привести к одинаковым следствиям, и таким образом помня, как действовали в той или иной ситуации римляне, люди более поздних поколений могут проявлять проницательность и расторопность. И Бьяджо и его сестра хотели, чтобы Пьеро поступил на государственную службу, где сам Бьяджо занимал скромную должность под началом своего друга Макьявелли. Миссия, с которой отправлялся Макьявелли, казалось, дает юноше неплохую возможность немного войти в курс дел, к тому же Бьяджо знал, что лучшего наставника, чем Макьявелли, не найти. Все было улажено без промедлений, потому что Макьявелли только за день до этого выручил охранную грамоту и рекомендательное письмо к герцогу. Макьявелли был человеком благожелательным, друг для своих друзей, и когда Бьяджо попросил его взять с собой Пьеро, сразу же согласился. Но мать юноши, хотя и понимала, что упустить такой случай никак нельзя, испытывала беспокойство. Он еще никогда не покидал дома и был слишком молод, чтобы выходить во враждебный мир. И потом он был скромным мальчиком, и она боялась, что Макьявелли развратит его, потому что легкомыслие и распущенность Макьявелли были притчей во языцах. К тому же он ничуть не стыдился этого. Он еще станет рассказывать непристойные истории о своих похождениях с женщинами из города и служанками в придорожных гостиницах. А от таких рассказов порядочные женщины непременно краснеют. Но хуже всего то, что он рассказывает их так увлекательно, что, хотя ваша натура и протестует, улыбку сдержать никак невозможно. Бьяджо возразил ей, дорогая Франческо, «Теперь, когда Николо женат, он оставит свои холостяцкие привычки. Мариэта, его жена, хорошая женщина, и она любит его, почему-то считая, что он настолько глуп, чтобы тратить деньги на стороне на то, что он может получить дома бесплатно. Мужчина, который любит женщин так, как Николо, «Никогда не удовольствуется одной», — сказала она. «И если это одна к тому же жена, то это справедливо вдвойне». Бьяджо подумал, что ее слова недалеки от истины, но признавать это он не собирался. Он пожал плечами Пьеру восемнадцать. «Если он еще и не потерял девственности, то для этого как раз настало время. Ты еще девственник, племянник?» «Да», — ответил Пьеру, и глазом не моргнув, и вид у него был такой, что, поверивший ему, заслуживал бы снисхождение. «Я знаю о моем сыне все. Он не способен ни на что такое, чего не одобрила бы я». «В таком случае я не понимаю, почему ты колеблешься доверить его человеку, который может помочь ему в его карьере, и у которого, если только у твоего сына хватит ума, он сможет многому научиться». Монна Франческо смерила своего брата недовольным взглядом. «Этот человек ослепил тебя. Ты как воск в его руках. А как он с тобой обращается? Он пользуется тобой, он смеется над тобой. Почему в канцелярии ты подчиняешься ему? Почему тебя удовлетворяет твое подчиненное положение?» Бьяджо был почти ровесником Макьявелли, которому исполнилось 33, но он женился на дочери Марсилио Фичино, знаменитого ученого, которому благоволили медичи, правившие тогда городом, и сумел поступить на государственную службу раньше Макьявелли, потому что в те времена должность человеку могли доставить не только заслуги, но и связи. Бьяджо был человеком среднего роста, полным, с круглым и румяным лицом, выражение которого свидетельствовало о его большой и доброй душе. Он был честен и усерден, человек без зависти, который знал свои возможности и довольствовался своим скромным положением. Он любил хорошо пожить, любил хорошую компанию, и поскольку он не просил больше, чем мог взять, его можно было считать счастливым человеком. Он не хватал звезд с неба, но и не был глуп. Будь он глуп, Макьявелли не смог бы выносить его. «Никола блеском своего ума превосходит всех, кто сейчас на службе у Синьории», сказал он тогда. «Чепуха», — отрезала Монна Франческо. Синьория была городским советом Флоренции и со дня изгнания Медичи восемь лет назад главным исполнительным органом государства. «Он разбирается в людях и знает дело так, что ему могут позавидовать люди в два раза старше его. Уж поверь, сестра, он далеко пойдет. И поверь мне еще раз, он не из тех, кто бросает друзей в беде». «Я ни на грош не верю ему. Он выбросит тебя, как старый башмак, когда ты станешь ему не нужен». Бьяджо рассмеялся. «Ты так ожесточена против него, потому что он никогда не пытался приударить за тобой. Хотя твоему сыну исполнилось восемнадцать, мужчины, вероятно, все еще заглядываются на тебя. Он не настолько глуп, чтобы позволить себе свои штучки с порядочной женщиной. Знаю я его привычки. Позор, что синьория позволяет всяким шлюхам шататься по городу, шокируя порядочных людей. Он тебе нравится, потому что смешит тебя и рассказывает грязные истории. Ты ничем не лучше его». «Но ты не должна забывать, что никто не умеет рассказать грязную историю лучше его». «Уж не поэтому ли ты считаешь его таким замечательно умным?» Бьяджо снова рассмеялся. «Нет, не только поэтому. Он с огромным успехом завершил свою миссию во Франции». А его донесения были великолепны. Это были вынуждены признать даже те члены синьории, которым он не нравится. Монна Франческо рассерженно пожала плечами. А в это время Пьеро, как и полагается воспитанному молодому человеку, хранил молчание. Он без энтузиазма относился к будущей своей службе в канцелярии, которую ему прочили дядюшка и мать. А вот путешествие очень привлекало его. Как он и предвидел, житейская мудрость его дядюшки взяла верх над беспокойным материнским сердцем. И на следующее утро Бьяджо зашел за ним. И Бьяджо пешком, Пьеро на пони, они отправились к расположенному неподалеку дому Макьявелли. Глава третья У входа уже стояли лошади. Одна для Макьявелли, две для слуг, которых он брал с собой. Пьеро, отдав поводье одному из них, прошел в дом следом за дядей. Макьявелли с нетерпением ждал. Он грубовато поздоровался с ними. «Ну, давайте отправляться», сказал он. Мариэта плакала. Она была молодой женщиной, не отличавшейся большой красотой, но Макьявелли женился на ней не из-за красоты. Он женился на ней только в этом году, потому что ему пришло время жениться, а она принадлежала к благородной семье и принесла ему такое приданное, на какое только мог рассчитывать человек его положение и достатка. «Не плачь, дрожайшая», сказал он. «Ты ведь знаешь, я уезжаю ненадолго». «Тебе вообще не следует ехать», сказала она сквозь слезы, а потом, повернувшись к Бьяджо, «он не приспособлен для таких дальних поездок, он нездоров». «Что с вами, Николо?» спросил Бьяджо. «Ах, моя старая болезнь! Опять у меня не в порядке желудок, с этим ничего не поделаешь!» он обнял Мариэтту. «До свидания, любимая!» «Обещай мне писать часто, часто!» улыбнулся он. Когда он улыбался, с лица его исчезало привычное ироничное выражение, появлялось обаяние, и сразу становилось ясно, почему Мариэтта любит его. Он поцеловал ее и потрепал по щеке. «Не волнуйся, дорогая, Бьяджо позаботится о тебе!» Пьеро, войдя в комнату, остановился в дверях. Никто не обращал на него внимания. Хотя его дядя и был таким близким другом Макьявелли, сам он редко видел его и едва ли за всю жизнь обменялся с ним десятком слов. Пьеро воспользовался возможностью получше разглядеть человека, который отныне должен был стать его патроном. Макьявелли был среднего роста, но из-за худобы казался выше, чем на самом деле. Его маленькую голову бархатной шапочкой покрывали очень черные, коротко постриженные волосы, его темные глаза были небольшими и подвижными, нос длинным, а губы тонкими, и когда он молчал, они смыкались так плотно, что рот его превращался в саркастическую линию. Когда он был спокоен, на его болезненно-желтом лице появлялось скептическое, задумчивое, отчужденное и холодное выражение. Провести человека с таким лицом без всяких сомнений было невозможно. Вероятно, Макьявелли почувствовал на себе изучающий взгляд Пьеро, потому что он, вопросительно посмотрев на него, спросил Бьяджо, это Пьеро? Его мать надеется, что вы присмотрите за ним и не дадите ему попасть в какую-нибудь историю. Макьявелли улыбнулся едва заметной улыбкой. Наблюдая горестные последствия моих ошибок, он без сомнения поймет, что добродетель и усердие — самый короткий путь к успеху в этом мире и к счастью в загробном. Они отправились в путь. По булыжной мостовой до городских ворот лошади шли не торопясь, а, оказавшись на дороге, перешли на легкую рысь. Им предстоял неблизкий путь, и лошадей нужно было поберечь. Макьявелли и Пьеро ехали рядом, а за ними двое слуг. Все четверо были вооружены, потому что, хотя Флоренция и находилась в состоянии мира со своими соседями, в стране было неспокойно из забродивших повсюду солдат-мародеров. Попадись они на глаза солдатам, охранная грамота, которую выдали путешественникам, не многого бы стоила. Макьявелли молчал, а Пьеро, хотя и незастенчивый по натуре, был немного напуган резким напряженным выражением его лица, морщинкой между бровей, и счел за лучшее подождать, пока он заговорит с ним сам. Утро, несмотря на осеннюю прохладу, было прекрасным, и Пьеро пребывал в приподнятом настроении. Он радовался предстоящему приключению и с трудом заставлял себя хранить молчание, потому что его переполнял восторг. Тысяча вопросов вертелось у него на языке, но они ехали все дальше и дальше. Вскоре солнце уже ярко светилось с небес, ласково согревая путников, Макьявелли еще не произнес ни слова. Изредка он поднимал руку, показывая, что нужно перейти на шаг. Глава четвертая Макьявелли был занят своими мыслями. Против воли принял он на себя эту миссию, сделав все от него зависящее, чтобы вместо него послали другого. Во-первых, он себя неважно чувствовал, и даже сейчас в седле у него болел живот. А во-вторых, недавно женившись, он не хотел огорчать жену, оставляя ее одну. Он обещал ей скоро вернуться, но сердцем чувствовал, что дни могут растянуться в недели, а недели в месяцы, прежде чем ему разрешат возвратиться. Его миссия во Францию научила его. Дипломатические переговоры имеют свойство затягиваться до бесконечности. Но куда больше тревожило его другое. Италия находилась в отчаянном положении. Преобладающим влиянием пользовался Людовик XII, король Франции. Он удерживал, хотя и не очень надежно, большую часть неаполитанского королевства, непрестанно отражая набеги испанцев, занявших Сицилию и Калабрию. Но зато он прочно утвердился в Милане. Он поддерживал дружеские отношения с Венецией и в знак добрососедства взял принадлежавшие Флоренции города-государства Сиену и Болонью под свое покровительство. Он заключил союз с папой, который разрешил ему развестись с его бесплодной и безупречной женой, чтобы жениться на Анне Британской, вдове Карла VIII, а взамен король пожаловал сыну папы, цезарю Борджа, герцогства Валентинуа. Дал ему в жены Шарлоту Дальбре, сестру короля Наваррского, и обещал прислать ему войска, чтобы он мог возвратить церкви, потерянные ею ранее, земли, владения и доминионы. Цезарю Борджа, известному сегодня всей Италии, как Валентино, из пожалованного ему Людовиком XII герцогства, не было еще и тридцати. Его кондотьеры, из которых самыми известными были Паголо Орсини, глава знатного римского дома, Джан-Паоло Бальони, Синьор Перуджи и Виттеллоццо Вителли, Синьор Читто, Ди Костелло, считались лучшими в Италии. Он проявил себя смелым и хитрым военачальником. Силы оружия, вероломства и страха, которые он возбуждал, он сделал себя властелином обширного государства. По всей Италии шла слава о его подвигах. Используя благоприятные обстоятельства, он шантажом вынудил флорентийцев нанять его с его тяжело вооруженной кавалерией за большие деньги на три года. Но позднее, заручившись поддержкой короля Людовика и заплатив ему звонкой монеты, флорентийцы аннулировали договор с Цезарем и приостановили выплату ему жалования. Это привело его в бешенство, и он тут же воспользовался возможностью отомстить. В июне того же года, о котором и идет наш рассказ, Ореццо, город, входивший в состав флорентийского государства, взбунтовался и провозгласил свою независимость. Виттеллоццо Виттелли, способнейший из кондотьеров Валентино и смертельный враг флорентийцев, потому что они казнили его брата Паоло, и Бальйоне, сеньор Перуджи, оказали поддержку восставшему городу и нанесли поражение силам республики. Удержалась только крепость. Сеньория в панике послала в Милан Пьеро с Адеринием, чтобы ускорить отправку четырех сотен копейщиков, которых им обещал король Людовик. Пьеро Садерини был влиятельным гражданином, а в качестве гонфолоньера являлся главой республики. Своим собственным войскам, стоявшим лагерем под Пизой, которую они давно уже пытались подчинить себе, они приказали двигаться на выручку, но прежде чем войска прибыли, крепость пала, и тогда Валентино, который находился в недавно покоренном им Урбино, категорически потребовал от Сеньории прислать к нему посла для переговоров. Они послали епископа Вольтерры, и Макьявелли сопровождал его в качестве секретаря. Вопрос был улажен, потому что король Франции выслал сильный отряд, чтобы выполнить свои обязательства перед Флоренцией, и цезарь Борджа, уступив силе, отозвал своих кондотьеров. Но его кондотьеры сами были сеньорами карликовых государств, и не могли не опасаться, что, когда они выполнят свою миссию, он безжалостно уничтожит их, как он уничтожал сеньоров других государств. До них дошли слухи о том, что он заключил тайное соглашение с Людовиком XII, согласно которому король взял на себя обязательство предоставить ему войска, чтобы сначала покорить Болонью, а потом уничтожить и их, кондотьеров, чьи владения он сочтет за благо присоединить к своим. После предварительного обсуждения они встретились в местечке Маджоне, недалеко от Перуджи, чтобы решить, как лучше защитить себя. Паголо Арсини прибыл в сопровождение своего брата-кардинала и племянника герцога Гравинского. Среди других прибывших были Эрмек Бентивольо, сын синьора Болонье, двое Бальони из Перуджи, молодой Оливеротто де Фермо и Антонио де Вернафо, правая рука Пандольфо Петруччо, синьора Сиене. Опасность им грозила серьезная, и они решили, что ради собственного блага должны действовать. Но герцог был человеком коварным, и они знали, что должны действовать осмотрительно. Они договорились не разрывать с ним до поры до времени открыто, но приготовиться в тайне и напасть на него, только когда у них будет достаточно сил. У них на жалование находились немало солдат, пеших и конных, а артиллерия Виттелотсо представляла собой грозную силу. Они послали эмиссаров, чтобы набрать несколько тысяч наемников, которые в те времена наводняли Италию, и одновременно агентов во Флоренцию, чтобы просить о помощи, потому что амбиции Борджа угрожали республике не меньше, чем им. Цезарю вскоре стало известно о заговоре, и он со своей стороны потребовал от синьории войска, которые, по его заявлениям, они обязались выделять ему в случае необходимости, и просил их направить к нему посла у полномочного вести переговоры. Вот почему Макьевелли оказался на пути в Имолу. Он отправился в дорогу с дурными предчувствиями. Синьория направила его, потому что он не был наделен полномочиями заключать соглашение. Он мог только консультироваться с синьорией и каждый свой шаг согласовывать с правительством. Отправка такого посла к человеку, который, хотя и был всего лишь незаконно рожденным сыном папы, в официальных документах именовал себя герцогом Романьи, Валенсии и Урбино. Государем Андрии, синьором Пьомбино, гонфлангером и главным управляющим делами церкви было настоящим оскорблением. Макьевелли уполномочили информировать герцога о том, что синьория отказала заговорщикам в помощи, но если герцогу нужны солдаты или деньги, то посол должен поставить об этом в известность синьорию и ждать ответа. В задачи Макьевелли входило тянуть время, потому что именно такую политику последовательно проводила республика. Синьория всегда могла найти убедительное оправдание своему бездействию, а если уж они и попадали в безвыходное положение, то развязывали мешки с деньгами и тратили минимально возможную сумму. В задачи Макьевелли входило смягчать гнев человека, который не терпел никаких проволочек, давать обещания, не имеющие никакой цены, усыплять подозрения ничего не значащими словами, использовать ловкость против ловкости, на обман отвечать обманом и раскрывать тайны человека, притворство которого стало притчей во языцах. Хотя Макьевелли и видел его только мельком в Урбино, герцог произвел на него сильное впечатление. Там он узнал, как герцог Гвидобальдо «Ди Монтефельтро», уверенный в дружбе Цезаря Борджа, потерял свои владения и только чудом спас свою жизнь. И хотя Макьевелли признавал, что Валентино действовал с поразительным вероломством, он не мог не восхищаться энергией и ловкостью, с которыми герцог провел эту операцию. Он был человеком способным, бесстрашным, неразборчивым в средствах, безжалостным и умным, не только блистательным полководцем, но и способным администратором и коварным политиком. На губах Макьевелли появилась саркастическая улыбка, а глаза заблестели, потому что перспектива поединка с таким соперником возбуждала его. И поэтому его самочувствие значительно улучшилось. Он забыл о боли в животе и даже не без удовольствия подумывал об обеде в Скорперии, которая находилась в половине пути между Флоренцией и Имолой, и где он собирался нанять почтовых лошадей. До сих пор они ехали с разумной быстротой, потому что Макьевелли хотел в тот же день добраться до Имолы, а лошади, которые несли не только всадников, но еще и немалый багаж, вряд ли могли без вреда для себя проделать такой путь без отдыха, на который у него не было времени. Он предполагал отправиться дальше с Пьеро, оставив двоих слуг, чтобы они прибыли на следующий день, взяв с собой его лошадь и пони Пьеро. Они остановились у Альберго де ла Поста, и Макьевелли, спешившись, приелся с удовольствием разминать ноги. Он спросил, что им могут приготовить без задержки, и с радостью услышал, что им могут подать макароны и жаркое из мелкой птицы, баллонскую приправу и свиную отбивную. Он любил хорошо поесть и с удовольствием подкрепился. Он выпил местного красного вина и почувствовал себя еще лучше. Пьеро съел не меньше своего патрона, и когда они снова сели на лошадей, он почувствовал себя довольным и счастливым, таким счастливым, что даже начал напевать популярную песенку, звучавшую на улицах Флоренции. Макьевелли прислушался. — Послушайте, Пьеро, ваш дядюшка никогда не говорил мне, что у вас неплохой голос. Пьеро самодовольно выслушал это и пропел восходящую гамму. — Очень милый тенор, — сказал Макьевелли с теплой и дружеской улыбкой. Он придержал лошадь, и она перешла на шаг, а Пьеро, расценив это как приглашение, запел популярную песенку, слова которой написал сам Макьевелли. Макьевелли остался доволен, но про себя отметил, что юноша сделал это, чтобы снискать его расположение. Ход был тонкий, и Макьевелли по достоинству оценил его. — Откуда вы узнали эти слова? — Дядя Бьяджо записал их для меня, и они как раз подошли к мелодии. Макьевелли не ответил и снова пустил лошадь галопом. Ему пришло в голову, что стоит выяснить как можно больше об этом юноше, которого он взял с собой, конечно, только для того, чтобы оказать любезность своему другу Бьяджо, но которого, тем не менее, собирался использовать для каких-нибудь поручений, и потому, во время остальной части пути, когда, оказавшись в гористой местности, они были вынуждены пустить лошадей шагом, он обдумывал это. Если только Макьевелли хотел, он умел быть любезнее, интереснее и занимательнее кого угодно, и жизненного опыта Пьеро, конечно, не хватало на то, чтобы понять, что дружеские, как бы случайные вопросы, на которые он отвечал, задавались с одной целью — заставить его проявить себя, сделать так, чтобы он предстал перед Макьевелли голышом, как новорожденный. Пьеро не был ни робким, ни застенчивым, напротив, он обладал самоуверенностью свойственной юности, и на вопросы отвечал откровенно и остроумно. Разговор о самом себе казался весьма приятным способом провождения времени, которое начинало тянуться медленно и утомительно. Наставником Пьеро в его занятиях был Марсилио Фичино. Этот известный старый ученый, на дочери которого женился Бьяджо, умер только три года назад. Именно по его совету Пьеро приобрел основательные знания латыни и, хотя и неохотно, достаточно основательные — греческого. «Одно из несчастья моей жизни в том, что я никогда не учил греческого», — сказал Макьевелли. «Я вам завидую. Вы читали греческих авторов в оригинале. Какая мне от них польза? Они учат тому, что счастье — это благо, к которому стремится каждый, что для достижения счастья человеку не нужно ничего, кроме хорошего происхождения, добрых друзей, удачи, здоровья, богатства, красоты, силы, славы, чести и добродетели». Пьеро рассмеялся. «Они также учат, что жизнь полна случайностей, из чего можно заключить, что пока ты молод, нужно брать от жизни те удовольствия, которые она дает». Чтобы узнать это, мне не нужно было изучать времена греческих глаголов. Вероятно, не нужно, но если, следуя собственным склонностям, узнаешь, что есть авторитеты, которые советуют делать то же самое, это как-то подбадривает. С помощью точных вопросов Маккевелли узнал, с кем дружил юноша во Флоренции и какую жизнь вел там, а, выказывая льстившее самолюбие внимание к тем или иным мнениям, которые он искусно выуживал из Пьеро, он довольно быстро составил верное представление о его способностях и характере. Конечно, юноша был неопытен, но соображал лучше, чем его дядюшка Бьяджо, который, хотя и был порядочным и честным человеком, способностями обладал средними. У Пьеро были возвышенные юношеские представления, естественное желание наслаждаться радостями жизни и характер искателя приключений. Юноша был остроумен, несколько простоват и не обладал излишней щепетильностью, а Маккевелли эту черту не считал недостатком, так как из этого следовало, что излишняя совестливость не будет служить препятствием, если от него потребуется сделать что-нибудь, чуть выходящее за рамки порядочности. Он был сильным и энергичным, и ничто в его поведении не говорило, что ему недостает мужества. Его открытое лицо, искреннее выражение, приятные манеры, все могло очень пригодиться. Оставалось только выяснить, умеет ли он держать язык за зубами и можно ли ему доверять. Для выяснения первого не требовалось много времени, а что касается второго, то в намерение Маккевелли не входило доверять ему или кому-нибудь другому больше, чем это было необходимо. Во всяком случае, юноша был достаточно умен, чтобы понять, что в его интересах заслужить хорошую репутацию у своего патрона. Слово, замолвленное Маккевелли, могло обеспечить его будущее. Неблагоприятный же отзыв, повлечет за собой его увольнение с государственной службы. Глава пятая. Они приближались к Имоле. Город располагался на реке в плодородной долине. Вокруг не было видно никаких признаков разорения, потому что город капитулировал при приближении армии Цезаря. На расстоянии около двух миль от города они встретили семь или восемь всадников, и среди них Маккевелли узнал Агапито да Амалия, первого секретаря герцога, с которым он познакомился еще в Урбино. Он тепло поздоровался с Маккевелли, а узнав, с какой миссией он едет, повернул свой маленький отряд назад и проводил его до ворот города. Синьория за день до этого отправила курьера сообщить своему агенту при дворе герцога о прибытии посла, и агент ждал его у ворот. Путь они проделали неблизкий, и Агапито спросил Маккевелли, не хочет ли он освежиться и отдохнуть, прежде чем вручить свои верительные грамоты герцогу. Хотя армия и расположилась вне стен города, маленькая Эмола, ставшая теперь столицей Валентино, была переполнена людьми его личного штаба, придворными, агентами других итальянских государств, купцами, торговавшими товарами первой необходимости и предметами роскоши, просителями, листецами, шпионами, актерами, поэтами, женщинами легкого поведения и всевозможными отбросами и сбродом, который последовал за победоносным кондотьером в надежде разбогатеть честным или бесчестным путем. И потому жилье в городе найти было трудно. Две или три городские гостиницы были битком набиты постояльцами, и люди спали втроем, вчетвером, впятером на одной кровати. Но флорентийский агент устроил Макиявелли и его слуг в доминиканский монастырь. Именно туда и предложил проводить его курьер. Макиявелли повернулся к Агапито. Если его светлость может принять меня сейчас, я хотел бы увидеть его немедленно. Я поеду вперед и выясню, свободен ли он. Этот офицер проводит вас во дворец. Оставив офицера, Агапито и остальные его люди пустили своих лошадей рысью. Остальные пошли шагом по узким улочкам и скоро оказались на центральной площади. По пути Макиявелли спросил офицера, какая гостиница в городе считается лучшей. Вероятно, еда, которую предоставят мне эти добрые монахи, не приведет меня в восторг, а отправляться спать на голодный желудок у меня тоже нет желания. Золотой лев. Макиявелли обратился к курьеру. Когда вы проводите меня до дворца, поезжайте в Золотой лев и закажите мне добрый ужин. Потом к Пьеро. Устроите лошадей в конюшню, курьер покажет вам дорогу в монастырь. И вы оставите сидельные мешки под присмотром Антонио. Это был один из двух слуг. А потом вместе с курьером возвращаетесь во дворец и ждите меня. Дворец, большое, но скромное сооружение, потому что построившая его Катарина с форца, была скуповато, стоял по одну сторону площади, и здесь спешившихся Макиявелли и офицера встретила стража. Офицер послал солдата сообщить первому секретарю об их прибытии. Через несколько минут он появился в комнате, где ждал Макиявелли. Агапита да Амалия был человеком с длинными черными волосами и маленькой бородкой, с муглокожим, но с бледным лицом, с которого смотрели угрюмые умные глаза. Он происходил из благородной семьи, получил хорошее воспитание, обладал вкратчивым голосом и открытым лицом, отчего многие заблуждались относительно его способностей, недооценивая их. Он был предан герцогу и его делу, потому что Валентино умел привязывать к себе нужных ему людей. Он сообщил Макиявелли, что герцог немедленно примет его. Они поднялись по изящной лестнице, и Макиявелли оказался в красивой комнате, стены которой были расписаны фресками. На большом камине красовался герб бесстрашной, но несчастной Катарины Сфорца, которую цезарь Борджа держал пленницей в Риме. В камине ярко горели поленья, и герцог стоял спиной к огню. В комнате кроме него находился только один человек, Хуан Борджа, кардинал монреальский, тучный, хитрый племянник папы Александра. Он сидел на резном стуле с высокой спинкой, грея у огня подошвы ботинок. Макиявелли поклонился герцогу и кардиналу, и герцог, милостиво подойдя к нему, пожал ему руку и подвел к стулу. — Вы, должно быть, замерзли и устали с дороги, — секретарь, сказал он. — Вы ели? — Да, ваша светлость, я ел в дороге, приношу свои извинения за то, что предстал перед вами в дорожной одежде, но я хотел, не откладывая, сообщить вам то, что мне поручила республика. Потом он вручил верительные грамоты, герцог мельком взглянул на них и передал секретарю. Цезарь Борджа был человеком поразительной красоты, выше среднего роста, с широкими плечами, мощной грудью и тонкой талией. Он был одет в черное, что подчеркивало его живой темперамент, и кроме кольца на указательном пальце правой руки, единственное его украшение составляло цепь с орденом святого Михаила, которым наградил его король Людовик. Его тщательно расчесанные темно-каштановые волосы спадали на плечи, он носил усы и короткую заостренную бородку, у него был прямой и изящный нос, а живые глаза его смело смотрели из-под четко очерченных бровей. У него была величественная и в то же время грациозная походка, а в осанке его сквозила высокомерие. Макьявель спрашивал себя, каким образом этот молодой человек, сын простой римлянки и толстого, с крючковатым носом испанского священника, бесстыдными симониями, купившего себе папство, приобрел повадки владительного государя. Сноска. Симонием по имени Симона Волхва. Приобретение священных должностей путем подкупа. Конец сноски. «Я просил ваше правительство прислать мне посла, потому что хочу точно знать, каковы мои отношения с республикой», неторопливо сказал он. Макьявель произнес заготовленную заранее речь, но хотя герцог и слушал его, он не мог не видеть, что тот воспринимает заверение в дружбе, которое по поручению сеньории выражал Макьявель всего лишь, как красивые слова. Последовала минутная пауза. Герцог откинулся к спинке стула и пальцами левой руки потрогал висевший на груди орден. Когда он заговорил, в голосе его послышался холодок. «Мои владения имеют протяженную границу с вашими. Я вынужден предпринимать все, что в моих силах, чтобы обезопасить их. Я слишком хорошо знаю, что ваш город настроен против меня. Вы пытались поссорить меня с папой и королем Франции. Будь я убийцей, со мной и то нельзя было бы обходиться хуже. Сейчас вы должны выбирать, хотите ли вы видеть во мне друга или врага». Голос у него был мелодичный, скорее высокий, чем низкий, и слышалась в нем не язвительность, а резкость, предававшая его словам высокомерие, сносить которое было нелегко. Таким голосом разговаривают со слугами. Но Макьявелли был опытным дипломатом и умел сдерживать себя. «Я могу заверить вашу светлость в том, что мое правительство больше всего ищет вашей дружбы», — мягко сказал он. «Но оно не забыло, что вы позволили Виттелотсо вторгнуться в наше владение и потому испытывать сомнение в ее искренности. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Виттелотсо действовал без моего разрешения. Он находился у вас на службе и под вашим командованием. Экспедицию начали, не поставив меня в известность, и продолжали без моей помощи. Не буду притворяться, будто я испытывал сожаления по этому поводу. Я их не испытывал. Флорентийцы нарушили договор и по справедливости должны были поплатиться за это. Но когда я счел, что они уже достаточно наказаны, я отдал моим кондотьерам приказ отойти. Этим я заслужил их ненависть, а теперь они плетут заговор, чтобы уничтожить меня». Макьявели счел момент не очень подходящим, чтобы напоминать герцогу, что он отозвал своих кондотьеров только после категорического требования короля Франции. «В этом виноваты только вы, как виноваты вы и во вторжении Виттеллоццо на вашей территории». «Мы?» — с искренним удивлением воскликнул Макьявели. «Ничего подобного не случилось бы, если бы вы не совершили непростительную глупость. Зачем вы пытали, а потом казнили Паула Виттелли? Почему же вы удивляетесь, что его брат Виттеллоццо ищет способа отомстить вам, а когда я помешал ему довести начатое до конца, он повернулся против меня?» «Здесь необходимо объяснить, что имел в виду герцог». Флорентийцы в течение долгого времени осаждали Пизу, но дела их шли плохо, а армия республики потерпела поражение, которое сеньория приписала некомпетентности своего главнокомандующего. Поэтому они наняли Паула и Виттеллоццо Виттелли, двух кондотьеров, находившихся тогда на службе короля Людовика, и поставили главнокомандующим опытного Паула. Началось сражение, в стене пробили брешь, и армия была готова штурмовать город, но внезапно Паула Виттелли отдал приказ отойти, и хотя он и утверждал, что сделал это ради сохранения жизни солдат, так как не сомневался, что город капитулирует и без штурма. Сеньория была убеждена, что он водит их за нос, и потому послала двух эмиссаров якобы для доставки денег, а на самом деле, чтобы арестовать обоих кондотьеров. Паула Виттелли располагался в миле от Кашины, и эмиссары договорились с ним о встрече в его лагере для обсуждения плана дальнейших военных действий. Они дали в его честь обед, а потом, проводив в потайную комнату, арестовали его. Его отвезли во Флоренцию и обезглавили, хотя он даже под пыткой не признал своей вины. Паула Виттелли был предателем, сказал Макьявелли. Его судили справедливым судом и признали виновным. Он понес справедливое наказание за свое преступление. Был он виновен или нет, не имеет значения. Его казнь была ошибкой. Честь республики требовала решительных действий против ее врагов. Было необходимо показать, что у Флоренции хватит мужества постоять за свою безопасность. Почему же вы тогда оставили в живых его брата? Макьявелли раздраженно пожал плечами. Это был болезненный вопрос. Были высланы люди, чтобы схватить Виттеллоццо и доставить его в Кашину. Он заподозрил ловушку. Он в это время болел и лежал в постели. Он попросил, чтобы ему дали одеться и каким-то образом умудрился бежать. Дело было плохо сработано. Никогда не предусмотришь всей глупости людей, руками которых приходится действовать. Герцог легко и весело рассмеялся. В его глазах засверкали искорки добродушного юмора. Ошибочно действовать в соответствии с планом, когда возникли обстоятельства, делающие его выполнение нежелательным. Когда Виттеллоццо ускользнул из ваших рук, вам не следовало везти Паоло во Флоренцию. А вместо того, чтобы бросать его в каземат, нужно было поместить его в палаццо Веккио. Вы должны были бы провести дознание и, невзирая на свидетельство, признать его невиновным. Затем вы должны были бы утвердить его в прежней должности, увеличить его содержание и пожаловать ему самые высокие награды республики. Вы должны были бы убедить его, что целиком доверяете ему. А потом он предал бы нас нашим врагам. Таковы могли быть его намерения, но какое-то время он вынужден был бы действовать так, чтобы оправдывать ваше доверие. Эти наемные военачальники коростолюбивы и за деньги готовы на все. Вы могли бы предложить Ветелотцо дары, от которых он был бы не в силах отказаться, он бы воссоединился с братом. А когда вы бы убаюкали их бдительность, немного умения, и вы бы нашли подходящий случай убить их обоих, тихо и без всякого суда. Лицо Макьявели сделалось красным. Такое предательство навсегда осталось бы пятном на имени республики, — воскликнул он. «С предателями надо поступать по-предательски. Нельзя управлять государством, руководствуясь христианскими заповедями. Государством управляет осмотрительность, смелость, решительность и безжалостность». В этот момент в комнату вошел офицер и шепотом что-то сказал Агапита да Амалия. Валентина, нахмурившись, нетерпеливо постучал пальцами по столу, за которым сидел. «Его светлость занят», — сказал Агапиту, — «пусть они подождут». «В чем дело?» — резко спросил герцог. «Два гасконских солдата были схвачены за мародерство. Их с награбленным привели сюда, под стражей». «Нехорошо оставлять ждать подданных короля Франции», — сказал герцог с легкой улыбкой. «Пусть их введут». Офицер вышел, и герцог подружески обратился к Макьевелли. «Вы меня извините, если я немного займусь делами. Мое время в распоряжении вашей светлости. Надеюсь, у вас не было никаких происшествий в дороге, секретарь». Макьевелли ответил в тон герцогу «никаких. Мне повезло, я нашел трактир в Скорперии, где мне подали сносную еду. Мое желание состоит в том, чтобы по моим владениям люди путешествовали, как путешествовали по Римской империи времен Антонинов. Пока вы здесь, у вас будет возможность своими глазами убедиться, что я изгнал этих мелких тиранов, которые были проклятием Италии, ставшей под моим управлением страной, где народ процветает в безопасности». За дверью послышался шум шагов, голоса, а потом большие ее створки распахнулись, и в просторной комнате появилась группа людей. Впереди шел офицер, который заходил раньше. За ним два человека, в которых Макьевелли по их одежде признал сановников города. Следом за ними шли две женщины, одна старуха, другая средних лет, и с ними пожилой человек благородной наружности. Затем шел солдат с парой серебряных подсвечников в руках, за ним другой с позолоченным и украшенным резьбой кубком и двумя серебряными блюдами. На солдатах была красная с желтым форма солдат армии герцога. За ними другие солдаты то ли подталкивали, то ли тащили двух человек со связанными руками. На этих двух была потрепанная невзрачная одежда, и рядом с солдатами герцога они казались парой головорезов. Один был мрачный, тип лет сорока, мощного сложения, с густой черной бородой и лиловым шрамом на лбу, другой — безусый юноша с болезненного цвета кожей и бегающими, испуганными глазами. «Ближе», — сказал герцог. Двоих вытолкнули вперед. В чем их вина? Выяснилось, что грабители проникли в дом, принадлежавший двум женщинам, пока те слушали мессу и похитили серебро. Как вы можете доказать, что эти вещи принадлежат вам? «Монна, Бригидо, моя кузина, — государь, — сказал один из двух почтенных мужчин. Я хорошо знаю эти вещи. Это часть ее приданого». Второй подтвердил сказанное. Герцог повернулся к пожилому человеку, который, казалось, пришел вместе с двумя женщинами. Кто ты? «Джакомо Фабронио, государь, серебряных дел мастер. Вот они двое продали мне эти вещи. Они сказали, что взяли их, когда им отдали на поток и разграбление Форли. Вы уверены, что эти двое те самые? Абсолютно, государь». «Мы отвели Джакомо в Гасконский лагерь», — сказал офицер, и он без колебаний показал на них. Герцог устремил на мастера суровый взгляд. «Ну, когда я узнал, что из дома Монны и Бригиды были похищены подсвечники и блюдца, я сразу заподозрил неладное, — сказал человек. Лицо его побледнело, голос дрожал. Я сразу же отправился к мессеру Бернардо и сказал ему, что два гасконских солдата продали мне кое-какое серебро. Ты сделал это из страха или из чувства долга? Мастер на какое-то мгновение потерял голос. Он дрожал от страха. «Мессер Бернардо, судья, я много работал по его заказам. Если это серебро ворованное, я не хотел, чтобы оно оставалось у меня». «Он говорит правду, ваша светлость», — сказал судья. «Я пошел посмотреть на вещи и сразу же опознал их». «Они мои, ваша светлость?» — яростно закричала младшая женщина. «Вам любой скажет, что они мои!» «Тише!» — герцог повернулся к двум гасконцам. «Вы признаете, что похитили эти вещи?» «Нет, нет, нет!» — завопил юноша. «Это ошибка!» «Клянусь душой моей матери!» «Я не делал этого!» «Мастер ошибается!» «Я никогда раньше не видел его!» «Уведите его!» «Пусть немного повисит на дыбе, тогда он скажет правду!» Юноша пронзительно вскрикнул. «Нет, только не это!» «Я не вынесу этого!» «Уведите его!» «Я признаюсь!» — выдохнул юноша. Герцог коротко усмехнулся и повернулся ко второму. «А ты?» Старший вызывающе поднял голову. «Я не крал их!» «Я их взял!» «Это было наше право! Мы захватили город!» «Ложь! Ты не захватывал города! Он капитулировал!» По итальянским законам введения войны, если город брали штурмом, его отдавали на разграбление солдатам, но если город капитулировал, то жители, хотя и должны были выплачивать большую контрибуцию, чтобы покрыть расходы, которые понесли кондотьеры, сохраняли свои жизни и свое имущество, этот закон был полезен, потому что он делал граждан сговорчивыми. Нечасто преданность своему сеньору побуждала их стоять насмерть. «Герцог произнес приговор. Я приказал солдатам оставаться вне стен города и любой ущерб, нанесенный имуществу или жизни горожан, наказывать смертью». Он повернулся к офицеру. «Повесьте их утром на площади. Пусть в лагере объявят об их преступлении и наказании за него». Пусть два солдата стоят у тел на страже до захода солнца, и пусть городской глашатый через определенные промежутки времени извещает население о том, что они могут положиться на справедливость своего повелителя. «Что он сказал?» — спросил своего товарища, охваченный ужасом юноша, потому что с двумя гасконцами герцог говорил по-французски, а с офицером по-итальянски. Человек не ответил. Он смелил герцога взглядом, полно мрачной ненависти. Герцог, услышав вопрос, повторил сказанное по-французски. «Вас повесят на рассвете в назидание другим». Юноша громко вскрикнул от ужаса и упал на колени. «Прошу, пощадите, милосердие!» — кричал он. «Я слишком молод, чтобы умирать! Я не хочу умирать! Я боюсь!» «Уведите их!» — сказал герцог. Юношу, кричащего что-то невнятное, подняли на ноги, из глаз его текли слезы, но другой с искаженным гневом лицом собрал слюну и плюнул герцогу в лицо. Обоих вытолкали из комнаты. Герцог повернулся к Агапито до Амалия. «Проследите, чтобы к ним пришел священник. На моей совести будет лежать груз, если они предстанут перед Создателем, не получив возможности раскаяться в своих грехах». С едва заметной улыбкой на губах секретарь выскользнул из комнаты. Герцог, настроенный на благодушно-шутливую волну, обратился к своему кузену, к Ардиналу и одновременно к Макьявелли. «Мало того, что мерзавцы, они еще и глупцы. Непростительная глупость продавать украденные вещи в том же городе, они должны были припрятать их до тех пор, пока не попали бы в какой-нибудь большой город, в Болонью или Флоренцию, например, где они могли бы безопасно продать их. Но тут герцог заметил, что мастер медлит у дверей и, кажется, хочет что-то сказать. «Что ты там делаешь?» «А кто мне вернет деньги, государь? Я бедный человек». «Ты заплатил хорошую цену за эти вещи?» – вкратчиво спросил Валентино. «Я заплатил столько, сколько они стоят. Та сумма, которую запросили эти негодяи, была просто немыслимой. Я ведь должен зарабатывать деньги. Пусть это будет для тебя уроком. В следующий раз не покупай ничего, если не уверен, что вещи приобретены честным путем. Я не могу позволить себе потерять столько денег, государь!» Убираясь, крикнул герцог таким свирепым голосом, что человек вместе с этим криком вылетел из комнаты, как испуганный заяц. Валентино откинулся к спинке стула и расхохотался. Потом он вежливо обратился к Макьевелли. «Должен попросить у вас извинения за этот перерыв. Я считаю очень важным вершить правосудие без промедлений и хочу, чтобы люди, живущие в моих владениях, знали, что они могут приходить ко мне, если с ними обошлись несправедливо и при этом быть уверенными, что найдут во мне беспристрастного судью. Это мудрейшая политика, которой только и может придерживаться государь, желающий удержать недавно завоеванные территории, сказал кардинал. Люди всегда склонны мириться с утратой политических свобод, если их личная свобода остается в неприкосновенности, небрежно сказал герцог, до тех пор, пока на честь их женщин никто не покушается, а их имущество находится в безопасности, они не очень возражают против такой судьбы». Макьявелли наблюдал за инцидентом спокойно, даже с интересом, который он предпочел не показывать, так как был убежден, что вся сцена разыграна специально для него. Он слишком хорошо знал, что Валентино никогда не осмелится повесить двух подданных короля Франции. Скорее всего, их уже отпустили, вручив им за пережитые волнения деньги, а на следующий день их снова можно будет найти в Гасконском лагере. Макьявелли полагал, что вся сцена была разыграна, чтобы он мог сообщить синьории, какой твердой рукой правит герцог в своих новых владениях, но самое главное, чтобы герцог в конце мог сделать намек по поводу Флоренции и Болоньи. Высказанное герцогом предположение, что там может оказаться его армия, было слишком явной угрозой, и Макьявелли с его проницательностью не мог пропустить эти слова мимо ушей. Наступило молчание. Герцог мягко поглаживал аккуратную бородку, задумчиво разглядывал Макьявелли. Макьявелли решил, что герцог пытается понять, какого человека прислала к нему для переговоров синьория, и, не желая встречаться с устремленным на него взглядом, посмотрел на свои пальцы, словно раздумывая, не следует ли ему постричь ногти. Он был растерян и от этого чувствовал себя неловко, ведь именно он вел дело, которое закончилось казнью Пауло Вителли. Будучи уверен в вине Пауло, он употребил всю свою способность убеждать, чтобы заставить боязливых и нерешительных членов синьории немедленно действовать. Именно он отдал эмиссарам приказ действовать энергично. Именно он настоял на вынесении смертного приговора, несмотря на то, что Вителлоццо бежал. Но он действовал закулисно и не мог себе представить, каким образом Валентино узнал о его роли. Ему пришло в голову, что герцог заговорил о неудовлетворительной для республики развязке этого дела только для того, чтобы продемонстрировать, что знает, какую роль в этом деле играл Макьявелли, и что он получает злорадное удовольствие, давая Макьявелли понять, что тот провел эту операцию неумело. Но этот человек ничего не делал просто так. Вряд ли собирался он всего лишь сообщить флорентийскому послу, что хорошо осведомлен о делах республики. Скорее, его цель состояла в том, чтобы поколебать самоуверенность Макьявелли и сделать его более сговорчивым. Эта мысль вызвала на лице Макьявелли подобие улыбки, и он посмотрел на герцога. Казалось, прежде чем заговорить, герцог хотел заглянуть ему в глаза. «Секретарь, я намерен посвятить вас в тайну, которую не доверял еще ни одной живой душе». «Вы хотите, чтобы я вышел, кузен?» спросил кардинал. «Нет, я верю в ваше благоразумие не меньше, чем в благоразумие секретаря». Макьявелли ждал, сжав зубы и устремив взгляд на красавца-герцога. «Орсини чуть ли не на коленях просили меня напасть на Флоренцию. Я не питаю к вашему городу недобрых чувств, и потому отказался. Но если господа из вашего правительства хотят заключить со мной соглашение, они должны сделать это, прежде чем я договорюсь с Орсини. Мы с Флоренцией друзья короля Франции, и, конечно, наша взаимная дружба тоже желательна, поскольку наши владения имеют общую границу, каждый из нас может облегчить существование другому или затруднить его. Вы зависите от наемной армии, руководимой ненадежными кондотьерами. У меня своя собственная армия, хорошо обученная, хорошо вооруженная, а мои офицеры лучшие в мире. Но не более надежные, чем наши, ваша светлость, — сухо сказал Макьявелли. У меня есть другие надежные. Да кто в самом деле они такие, эти глупцы, плетущие против меня заговор? Паоло Орсини, дурак, Дентивольо, который считает, что в мои намерения входит захват Болоньи, Бальони, которые трясутся за Перуджу, Оливеротто да Фермо и Виттелотцо, которого французская болезнь сделала инвалидом. У них немало сил, и они обратились против вас. Мне известен каждый их шаг, и когда заговор созреет, я им покажу. Поверьте мне, земля горит у них под ногами, и чтобы загасить огонь, воды нужно больше, чем у них есть. Будьте же благоразумны, секретарь. Владея Урбино, я владею всей Центральной Италии. Гвидобальдо ди Монтефельтро был моим другом, и папа намеревается отдать в жены племяннику и наследнику Гвидобальдо свою племянницу, Анджелу Борджа. Я бы никогда не напал на него, если бы не стратегическая важность его владений, они были мне необходимы для осуществления моих планов, и я не мог позволить чувствам влиять на политику. Я могу предложить вам защиту от ваших врагов. Если бы мы объединили наши ресурсы, мою армию, с вашими плодородными землями и богатством, то при духовной поддержке папы мы стали бы самой мощной силой в Италии. Нам больше не нужно было бы платить звонкой монеты за расположение французов, а им пришлось бы относиться к нам как к равным. Настало время заключить вам со мной союз. Слова герцога были полной неожиданностью для Макьявелли, но он ответил с непринужденной вежливостью. Я понимаю всю силу ваших аргументов, ваша светлость. Никто не смог бы изложить их яснее или убедительнее. Редко можно встретить человека действия и великого полководца, каким вы показали себя, который обладал бы таким логическим мышлением и даром слова. Герцог со слабой улыбкой сделал скромный, протестующий жест, Макьявелли скрипя сердце, потому что он знал, герцогу не понравится то, что он сейчас ему скажет, увещевательным тоном продолжал «Я напишу сеньории и передам им ваши слова». «Что вы хотите этим сказать?» закричал Валентино. «Дело срочное и должно быть улажено немедленно». «Я не наделен полномочиями заключать соглашение». «Зачем же вы тогда приехали?» герцог вскочил на ноги. В этот момент открылась дверь и хотя появился только Агапита да Амалия, вернувшаяся после исполнения приказа герцога, эффект его возвращения произвел потрясающее впечатление. Макьявелли не был нервным человеком, но это странно взволновало его. «Я приехал, потому что ваша светлость просили мое правительство прислать посла для переговоров, но посла, наделенного полномочиями». До этого момента герцог разговаривал с Макьявелли достаточно вежливо, но теперь он подошел к нему с загоревшимися глазами. Макьявелли поднялся, и они оказались лицом к лицу друг перед другом. «Синьория, водят меня за нос. Они послали вас именно потому, что у вас нет власти принимать решения, сносить их вечную нерешительность выше моих сил. Сколько еще, они думают, можно продолжать испытывать мое терпение?» Кардинал, сидевший до этого молча, вставил слово, пытаясь смирить бурю, но герцог резко сказал ему, чтобы он придержал язык. В неистовстве принялся он ходить взад и вперед по комнате. Он был язвителен, груб, саркастичен. Казалось, он потерял всякий контроль над собой. Макьявелли наблюдал за ним безразлично и ничуть не испуганно. Наконец, герцог снова сел. «Сообщите своему правительству, что я глубоко оскорблен. Меньше всего мое правительство хочет оскорбить вашу светлость. Они поручили мне сообщить вам, что заговорщики просили их о помощи, но им было отказано. Как обычно, вы ожидаете, я полагаю, хотите сначала увидеть, в какую сторону дует ветер?» В этих словах было больше правды, чем хотелось бы Макьявелли, но его лицо оставалось спокойным. Они не испытывают любви, ни Курсини, ни Квителотсо, они искренне ищут дружбы с вашей светлостью, и я должен настаивать на том, чтобы вы высказались с большей определенностью. Необходимо, по меньшей мере, чтобы я сообщил синьории точно, какого соглашения вы желаете. Обсуждение закончено. Вы вынуждаете меня заключить соглашение с заговорщиками. Я завтра же могу привести их в повиновение, согласившись на предложение Арсини напасть на Флоренцию. Флоренция находится под защитой короля Франции, резко ответил Макьявелли. Он обещал нам четыреста копейщиков и достаточное количество пехоты, когда в этом возникнет необходимость. Французы много обещают в обмен на деньги, которые они непрерывно требуют, но, получив деньги, они редко выполняют свои обещания. Макьявелли знал, что это правда. Флорентийцы много претерпели от жадности и двуличия короля Людовика. Он не раз обещал им прислать заплату войска на помощь в их трудностях, но, получив деньги, постоянно задерживал отправку солдат и, наконец, присылал только половину того, за что было заплачено. Герцог не мог выразиться яснее. Флорентийцы должны принять союз, который он предложил им, а в Италии каждый знал, какой он вероломный друг. В противном случае он помирится со своими недовольными кондотьерами и все вместе они нападут на республику. Шантаж. Ситуация была опасной и расстроенный Макьявелли подыскивал слова, которые, по крайней мере, оставят открытым путь к дальнейшим переговорам, но герцог не дал ему заговорить. «Чего вы ждете, секретарь? Вы можете идти». Он даже не подумал ответить на низкий поклон Макьявелли, а Гапита до Амалия проводил посла вниз по лестнице. Его светлость вспыльчивый человек и не привык, когда ему перечат, сказал он. «Этот факт не остался незамеченным», кисло сказал Макьявелли. Глава шестая Пьеро и курьер ждали в караульной, и когда засовы и замки были отомкнуты, они втроем вышли на площадь. Его свита проводила Макьявелли в золотой лев. Делая хозяевам заказ, они не приминули подчеркнуть, что трапеза предназначается для флорентийского посла, и потому поел он хорошо и сытно. Местное вино, хотя и не шло в сравнении с тосканским, было крепким и пилось хорошо. Поразмыслив, он пришел к выводу, что, в конце концов, его разговор с герцогом не был неудовлетворительным. Гнев Валентино казалось, свидетельствовал о том, что он нервничает, а его настойчивое стремление немедленно заключить союз с республикой подтверждало, что он понимает, в каком угрожающем положении оказался. Макьявелли ничуть не задело, скупая вежливость, с которой его принимали. Отправляясь в поездку, он знал, что ему не следует ждать обходительного обращения. Поев и громко рыгнув, он приказал курьеру проводить его в монастырь, где он должен был остановиться. Поскольку он был фигурой значительной, для него освободили келью, но Пьеро и курьер должны были делить матрас в коридоре, где проводили ночи многочисленные временные постояльцы, которые были рады уже тому, что у них есть крыша над головой. Однако, прежде чем отправиться спать, Макьявелли написал письмо Синьории, в котором описывал события сегодняшнего вечера. С первыми лучами солнца курьер должен был отправиться с этим письмом во Флоренцию. «Вам бы следовало написать Бьяджо, чтобы он сообщил вашей матери о вашем благополучном прибытии», сказал он Пьеро. «И попросите его прислать мне Блутарха». Макьявелли захватил с собой Том Данте и, кроме того, только Анналы Ливия. Читать Плутарха было одновременно приятно и полезно. Когда Пьеро закончил, Макьявелли взял его письмо и прочел. Читая, он чуть улыбался. Мессер Николо почти все утро молчал, и, полагая, что он занят обдумыванием важных дел, я не беспокоил его, но, пообедав, он говорил с таким остроумием, ясностью и здравым смыслом, что мне показалось, мы прибыли в Имолу, не успев отправиться из Скорперии. Он считает, что у меня хороший голос, жаль, что у меня не было возможности взять с собой лютню. «Очень очень хорошее письмо», сказал Маккевелли, «вы просите Бьяджо передать вашей матушке именно то, что подобает любящему сыну, а теперь давайте-ка отправимся на честно заработанный отдых после долгого дня». Глава седьмая Маккевелли спал мало и проснулся вскоре после восхода. Он позвал Пьеро помочь ему одеться. Его дорожное платье уложили в седельные мешки, и он облачился в скромную черную одежду, которую обычно носил. Он не хотел оставаться в монастыре, потому что ему нужно было пристанище, где при необходимости он мог бы втайне принимать посетителей. А он очень хорошо знал, что в монастыре все его действия и посетители будут на виду. Курьер уже отправился во Флоренцию, в сопровождении Пьеро Маккевелли пошел в Золотой Лев. Имола была красочным городком, и ничто в ней не говорило о недавней смене властелина. Проходя по узким извилистым улочкам, они встречали разных людей, направляющихся по своим делам, и вид у этих людей был совершенно безмятежный. Создавалось впечатление, что образ их жизни ничуть не изменился. Время от времени пешеходам приходилось уступать дорогу, всаднику или цепочке ослов, груженных хворостом. Следом за ослицами, молоко которых считалось полезным для беременных женщин, неторопливо брел человек, знакомым для обитателей города, криком возвещая о своем появлении. Из окошка высунула голову старуха с морщинистым лицом и окликнула его. Он остановился, и через минуту она появилась у дверей с кувшином. Сипла, выкрикивая название своего товара, мимо прошел торговец с булавками, иголками, нитками и тесьмой. На улице, где располагался золотой лев, находились мастерские. К шорнику пришел заказчик, постригал клиента парикмахер, у сапожника примеряла обувь женщина, почти у всего был вид, если не богатства, то добротного достатка, не было видно докучливых нищих. Они вошли в золотой лев, и Макьявелли заказал хлеб и вино для себя и Пьеро. Макая хлеб в вино, они придавали ему приятный вкус, потом допили остатки. Подкрепившись таким образом, они отправились к парикмахеру, и Макьявелли побрился. Парикмахер побрызгал сильно пахнущей водой его короткие черные волосы и расчесал их. Пьеро задумчиво потрогал свой гладкий подбородок. «Я думаю, мне пора побриться, мессер Николо», сказал он. «Ну, с этим можно еще подождать несколько недель», сказал Макьявелли, тонко улыбнувшись, а потом парикмахеру. «Побрызгайте ему волосы своими духами и расчешите». Наконец, они оба были готовы. Макьявелли спросил парикмахера, «Где находится дом некоего Бартоломео Мартелли, которого он желает посетить?» Парикмахер объяснил, но так сложно, что Макьявелли спросил, не может ли он послать с ними кого-нибудь, чтобы показать дорогу. Парикмахер подошел к дверям и, подозвав какого-то игравшего на улице мальчишку, поручил ему проводить приезжих. Их путь лежал через центральную площадь, где стоял дворец, в котором разместился герцог, а так как день был базарный, площадь переполняли палатки крестьян, которые привезли на продажу в город фрукты и овощи, цыплят, мясо и сыр, и палатки торговцев медными изделиями, скобяным товаром, материи, поношенной одеждой и всем чем угодно. Огромная толпа людей торговалась, покупала или просто глазела, и над площадью стоял назойливый многоголосый гам. Эта освещенная ярким октябрьским солнцем сцена была веселой и деловой. Выйдя на площадь, Макьявелли и Пьеро услышали виск медного рожка, и шум на площади частично стих. «Это глашатый!» возбужденно закричал мальчишка, и, схватив Макьявелли за руку, бросился вперед. «Я еще не слышал его!» толпа хлынула в направлении глашатая, и, взглянув туда, Макьявелли на другом конце площади увидел виселицу и двух повешенных. Это зрелище мало привлекало его, и он вырвал руку. Забыв о полученном поручении, мальчишка понесся к возбуждавшему всеобщий интерес зрелищу. Глашатый громким голосом начал говорить, но он находился слишком далеко, и Макьявелли не слышал его слов. Он нетерпеливо повернулся к толстой женщине, стражем, стоявшей у входа в свою палатку. «Что случилось?» спросил он ее. «О чем говорит глашатый?» Она пожала плечами. «Всего лишь повесили двух воров. По приказу герцога глашатый через каждые полчаса объявляет, что их повесили за кражу имущества граждан. Говорят, это французские солдаты». Макьявелли сдержал непроизвольное движение. То, о чем он подумал, было невозможно, но он должен был убедиться в этом сам. Устремив взгляд на тела повешенных, он стал пробираться вперед сквозь толпу, расталкивая людей локтями, и сам получая толчки, глашатый огласил положенное, сошел с помоста, на котором была воздвигнута виселица, и беззаботно и неспеша побрел прочь. Толпа рассеялась, и Макьявелли смог подойти поближе. Никаких сомнений не оставалось, хотя их лица и исказила страшная гримасса. Макьявелли узнал двух гасконских солдат. Человека с мрачным взглядом и шрамом, и юношу с бегающими глазами, которых вчера вечером приводили на суд герцога, значит, это была не комедия. Макьявелли стоял, оцепенев, и смотрел на повешенных с отвращением. Маленький проводник дотронулся до его руки. «Вот обидно, что меня не было, когда их вешали», с сожалением сказал он. «Никто об этом ничего не знал, пока дело не сделали». «Это зрелище не для маленьких мальчиков», сказал Макьявелли, едва ли отдавая себе отчет в том, что он что-то говорит, мысли его были заняты другим. «Ну, я это видел много раз», ухмыльнулся мальчик. «Интересно смотреть, как они пляшут в воздухе». «Пьеро, я здесь, мессера». «Идем, мальчик, отведи нас к мессеру Бартоломео». Остальную часть пути, нахмурившись и сжав губы так плотно, что рот его превратился в горькую линию, Макьявелли прошел молча. Он пытался понять, что задумал Валентино. Зачем ему понадобилось вешать двух нужных ему солдат только за то, что они похитили несколько серебряных вещиц, если порка была бы вполне достаточным наказанием за такое преступление. Человеческая жизнь для него действительно ничего не значила, но Макьявелли никак не мог поверить, что герцогу настолько было нужно завоевать доверие граждан и молы, что он пошел на риск вызвать раздражение не только командира гасконцев, но и самих гасконцев. Макьявелли ничего не мог понять. Он не сомневался, что его присутствие в тот момент зачем-то было нужно герцогу, в противоположном случае, если бы герцог и взял на себя труд лично заняться этим делом, то дождался бы окончания важного разговора с флорентийским послом. Неужели он хотел показать сеньории, что не зависит от Франции и, несмотря на мятеж своих кондотьеров, достаточно силен и может позволить себе вызвать их неудовольствие или единственная цель этой сцены состояла в совершенно недвусмысленной угрозе, скрытой в его предположении, что солдаты могли бы безопасно продать украденное, оказавшись во Флоренции? Но кто мог распознать замыслы этого безжалостного коварного ума? «Вот этот дом, мессера», внезапно сказал мальчишкам. Макьявелли дал ему монетку, и мальчишка, подпрыгивая и приплясывая, понесся прочь. Пьеро взял бронзовый дверной молоток и постучал. Никто не отозвался, и Пьеро постучал еще раз. Макьявелли обратил внимание на красивые пропорции дома, который явно представлял собой жилище зажиточного человека. Окна второго этажа, главный этаж, были, как и следовало ожидать, застеклены, а не заделаны промасленной бумагой, что свидетельствовало о достатке владельца. Глава восьмая Макьявелли не знал Бартоломео Мартелли, но Синьория поручила ему связаться с ним. В этом маленьком городе он был влиятельным, весьма зажиточным человеком, членом муниципалитета. Он владел землями в непосредственной близости от Имолы и несколькими домами в самом городе. Его отец разбогател на торговле с Левантом, а сам он несколько лет своей юности провел в Смирне. А так как Флоренция всегда торговала с Ближним Востоком, а многие ее граждане обосновывались в различных восточных городах, у него были связи и с Флоренцией. Отец Бартоломео, будучи партнером флорентийского торговца, происходившего из хорошей семьи, женился на его дочери. Он состоял в дальнем родстве с Бьяджо Бонаккорси, так как их бабки по материнской линии, давно уже умершие, были сестрами. Этот аргумент и привел Бьяджо в пользу того, что Макьявелли следует взять с собой Пьеро. Родственные связи облегчат Макьявелли контакты с полезным человеком. А Бартоломео мог оказаться весьма полезен. Помимо того, что он был человеком влиятельным, именно он и возглавил партию, которая без сопротивления сдала город. Герцог, всегда отличавшийся щедростью, когда дело касалось чужой собственности, наградил его имением, в придачу к которому полагался и графский титул. Об этом Макьявелли узнал от болтливого парикмахера, а еще он узнал, что Бартоломео, хотя и делает вид, будто это ничуть не льстит ему, бесконечно рад титулу. Герцог доверял ему, зная, что в интересах Бартоломео заслужить его доверие, и использовал его для выполнения различных коммерческих поручений, в которых Бартоломео проявил себя с лучшей стороны. Герцог был скрытен, но Бартоломео скорее всего мог знать о его планах больше других, и Макьявелли не сомневался, со временем он сумеет выудить из него все, что ему известно. У Синьори были способы оказывать давление на Бартоломео. От своей матери он унаследовал два дома во Флоренции, и если бы он повел себя не так, как нужно, случайный пожар мог легко уничтожить один из них, а если бы и этого оказалось недостаточно, то тогда можно было бы найти способы нанести ущерб его делу в Леванте, где он по-прежнему получал немалый доход. Хорошо иметь друзей, размышлял Макьявелли, но друзьям следует знать, что им могут воздать должное, если кто-нибудь вынудит их вести себя не так, как положено друзьям. Дверь открыл слуга. Когда Макьявелли, назвав сначала свое имя, спросил, дома ли хозяин, слуга сказал, граф ждет вас. Он провел их во двор, потом вверх по наружной лестнице, в средних размерах комнату, которая, судя по ее виду, была кабинетом хозяина. Они прождали минуту, две, и в комнату влетел Бартоломео. С шумной горячностью приветствовал он своих гостей. Я узнал о вашем прибытии, мессер Николо, и с нетерпением ждал вас. Это был крупный тучный человек лет сорока, с длинными спадающими на стороны волосами и черной бородой во все лицо, красная кожа которого блестела от пота. У него был двойной подбородок и внушительных размеров брюшко. Макьявелли, сам худой как жерть, не любил толстых людей. Он часто говорил, что никто в Италии не может растолстеть, не ограбив вдову или сироту, или не наживаясь нещадно на бедняках. Бьяджо Бонакорси сообщил мне письмом о вашем приезде. Курьер вчера доставил письмо. Да, сюда направили курьера, и Бьяджо воспользовался этим. А это Пьеро Джакомини, сын сестры нашего доброго Бьяджо. Бартоломео громко рассмеялся и, обняв юношу, прижал его к своему животу и поцеловал в обе щеки. Родственники? пробормотал Макьявелли. Разве вы не знали? Наши с Бьяджо бабки были сестрами, дочерьми Карло Перуцци. Странно, что он не сообщил мне о вашем родстве, а вы знали, Пьеро? Моя мать никогда не говорила мне об этом. Макьявелли скрыл, что ему прекрасно известно об их родственных узах, только потому, что среди прочих он завел себе и такое правило, никогда никому не давать знать, сколько известно тебе, если только у тебя для этого нет основательных причин. Он был доволен, увидев, что Пьеро моментально понял намек «умный мальчик». Бартоломео пригласил их сесть. В комнате не было камина, но жаровня с тлеющими угольями хорошо согревала воздух. Он спросил их о друзьях во Флоренции, с которыми часто встречался по делам, и Макьявелли рассказал ему о тех, кого знал. Они беседовали то об одном, то о другом, и внезапно разговор перешел на Пьеро Содерине, недавно избранного пожизненным гонфолоньером. «Он мой хороший друг, очень достойный, честный человек», сказал Макьявелли, «это по его настоянию меня послали в Имолу». Он счел полезным осведомить Бартоломео о том, что он на короткой ноге с главой республики. «Я очень рад вас видеть и прошу вас не сомневаться в том, что вы можете рассчитывать на мои услуги. Я просил Бьяджо прислать мне тонкого льняного полотна, но при сложившихся обстоятельствах у вас, вероятно, не было возможности взять его с собой. Поскольку Бьяджо всегда был готов оказать услугу, все без исключения постоянно давали ему какие-нибудь поручения, и никто не пользовался этим более бессовестно, чем Макьявелли». «Наоборот», ответил он, «Бьяджо настоятельно просил меня захватить полотно, но его везут мои слуги, а они прибудут только к вечеру. Моя жена шьет мне рубашки, ее научили вышиванию монахини, и я без колебаний могу сказать, что в имоле нет мастерицы лучше нее, она настоящая художница». Мысли Макьявелли были заняты, он пытался оценить этого человека, грубовато, добродушный и сердечный, тучный, что свидетельствовало о склонности хорошо поесть и выпить срокочущим смехом, шумный и болтливый, но еще оставалось выяснить, не скрывается ли за этими веселыми манерами и открытой сердечностью коварный ум интригана. У него была репутация умелого торговца, ловко обделывающего свои дела. Макьявелли перевел разговор на Имолу и ее положение, Бертоломео принялся красноречиво расхваливать герцога. Он скрупулезно соблюдал условия капитуляции, сумма, которую он должен был получить, заняв город, не была чрезмерной, а он собирался немало потратить, чтобы сделать город еще более великолепным и величественным, ведь Имола стала столицей новоприобретенного государства. Он приказал сделать проекты нового дворца для себя, нового здания для собраний деловых людей, больницы для бедных, в городе царил порядок, преступность сократилась, а правосудие работало быстро и не требовало больших затрат. Бедные и богатые были равны перед законом, коммерция процветала, взяточничество и коррупция были пресечены, герцог, заинтересованный в процветании сельского хозяйства дал указание делать все, чтобы способствовать его развитию. Солдаты размещались вне стен города, на который не легло бремя их обеспечения продовольствием. Короче говоря, для города наступила эра благоденствия, и все были вполне удовлетворены. «Да продлится это подольше, любезно», сказал Макьевелли, «а что случится с вами, если кондотьеры герцога сбросят его и войдут в ваш город?» Бартоломео разразился похожим на рев смехом и хлопнул себя по бедрам. «Они ничего не значат, они знают, что бессильны без герцога и потому заключат с ним соглашение. Все это временное затруднение». Макьевелли не мог понять, верит ли Бартоломео в то, что говорит, или хочет верить в то, что говорит, или просто говорит то, в чем хочет уверить Макьевелли. Он еще так и не решил, умен ли этот человек или глуп. Эта откровенность, этот энтузиазм, этот простодушный вид и эти улыбки и дружелюбные взгляды могли скрывать все, что угодно. Он изменил тему. Вы были так добры, что обещали оказать мне услугу. Не посоветуете ли вы мне, где бы я мог обосноваться с Пьеро и моими слугами? Простите, о чем угодно, только не об этом, шумно рассмеялся Бартоломео. В городе не осталось ни одной свободной дыры или конуры. Все занято двором герцога и всеми этими прихлебателями, поэтами, художниками, архитекторами, механиками. Я уж не говорю о людях из других его владений, которые прибыли сюда по делам и купцах, торговцах, тем или иным товарам, привлеченных сюда возможностью заработать деньги. Я не хочу оставаться здесь дольше, чем это необходимо, но я прибыл сюда по приказу сеньории и не могу вести дела в келье монастыря, я должен найти жилье для Пьеро и моих слуг. Я спрошу свою тещу в таких делах, а она разбирается лучше меня, сейчас я позову ее. Он вышел и, вернувшись, через какое-то время пригласил своих гостей следовать за ним. Он провел их в большую комнату с камином, красиво разрисованными стенами, у огня за работой сидели дамы, они поднялись при появлении незнакомцев и сделали реверансы в ответ на их низкие поклоны. Одна из них была женщиной средних лет миловидной наружности. «Это моя теща Монна Катарина Капелло», сказал Бартоломео, «а это моя жена». По возрасту она годилась ему в дочери. По моде тех дней ее волосы от природы темные были выкрашены в очень светлый цвет, а так как свойственная итальянцам смуглая кожа не соответствовала их новому цвету, ее лицо, шея и грудь были обильно покрыты белой пудрой. Золотистые волосы великолепно контрастировали с ее красивыми черными глазами. Брови ее были выщипаны в тонкую линию, у нее были маленький прямой нос и красивый рот. На ней было светло-серое платье с широкой юбкой, пышными рукавами и корсажем, плотно облегавшим ее тонкую талию и глубоким прямоугольным вырезом, обнажавшим белизну шеи и округлые контуры молодых грудей. Ее красота обладала каким-то девственным качеством и в то же время зрелостью, что составляло весьма привлекательное сочетание. Макьявелли, хотя на его лице это никак не отразилось, почувствовал странное волнение в том, что он не без удовольствия называл своим сердцем. «Славненькая особа», сказал он себе, «я бы хотел переспать с ней». Когда дамы предложили гостям стулья, Бартоломео рассказал Монне Катарине о затруднениях Макьявелли, а потом с небольшим запозданием добавил, что в Пьеро он нашел родственника, которого никогда раньше не видел. Обе женщины улыбнулись юноше, когда им сообщили о родственных связях, и Макьявелли с удовлетворением отметил, что у жены Бартоломео хорошие зубы, маленькие, ровные и белые. «Не желают ли господа закусить?» спросила Монна Катарина. Она была одета почти как дочь, но в более темные тона, а так как красить волосы или щеки почтенной пожилой даме считалось неприлично, она предстала перед гостями в своем естественном виде. Ясные черные глаза дочь унаследовала от нее, а в юности вероятно Монна Катарина была не менее красива. Макьявелли сказал, что они уже завтракали, но хозяин настоял, по крайней мере на том, чтобы они выпили вина. Аврелия, скажи Нине, пусть принесет вина, сказал он жене. Молодая женщина вышла, он поведал своей теще просьбу Макьявелли, это невозможно, во всем городе нет ни одной свободной комнаты, хотя подождите, если мессера человек важный, а этот юноша ваш родственник, может быть, Серафина и примет их, она всегда отказывалась принимать постояльцев, только вчера я говорила ей, что стыдно держать пустую комнату, когда люди готовы заплатить сколько угодно, чтобы иметь крышу над головой. Бартоломео объяснил, что Мона Серафина вдова одного из его посредников в Леванте, и дом, в котором она живет, принадлежит ему, Бартоломео, ее старший сын работает в его конторе в Смирне, а с ней живут двое ее младших детей, сын, который готовится стать священником, и дочка четырнадцати лет. Именно из-за детей, опасаясь, что они могут попасть под дурное влияние, она и отказывалась поселить у себя постояльцев. Вряд ли она сможет отказать вам, если вы попросите «мой сын». Странно было слышать, как Мона Катарина называет этого толстяка сыном, потому что вряд ли она была старше его больше, чем на два-три года. «Я сам вас провожу», сказал Бартоломео, «я уверен, что можно устроить это». Аврелия вернулась, и сразу же появилась служанка, которая принесла поднос с бокалами, бутылкой вина и блюдом цукатов. Аврелия села и снова принялась за работу. «Мессер Николо привез тебе льняное полотно, дорогая», сказал Бартоломео, «и теперь ты сможешь заняться моими рубашками». «Бог свидетель, вам нужны новые рубашки», сказала Монна Катарина. Аврелия улыбнулась, но промолчала. «Позвольте мне показать вам, как замечательно вышивает моя жена». Бартоломео подошел к Аврелии и взял материал, над которым она трудилась. «Ах, Бартоломео, ведь это женские вещи». «Если мессер Макьявелли никогда не видел женской сорочки, то для этого давно настало время». «Я женатый человек», Монна Аврелия, сказал Макьявелли с улыбкой, от которой его тонкое лицо совсем не подурнело. «Посмотрите, какая великолепная работа и какой изящный рисунок». «Неужели и рисунок она сама делала?» «Конечно, она настоящая художница». Макьявелли сделал подобающий случаю комплимент, и сорочка была возвращена Моне Аврелии. Она поблагодарила его, улыбнувшись своими лучистыми глазами, когда цукаты были съедены, а вино выпито, Бартоломео предложил проводить их к вдове Серафине. «Ее дом сразу же за этим», сказал он. Макьявелли и Пьеро пошли следом за ним вниз по лестнице и через маленький дворик, в котором они увидели колодец с резным навесом и каштан, листья которого после первых осенних заморозков стали опадать, потом к маленькой двери и через нее в аллею. «Вот мы и пришли», сказал Бартоломео. Пустынная аллея навела Макьявелли на мысль о том, что посетители, по всей вероятности, смогут приходить к нему незаметно. Бартоломео постучал, и через минуту дверь открыла высокая худая женщина с изборожденным морщинами лицом, бледной грубой кожей, угрюмыми глазами и седыми волосами. Когда она увидела Бартоломео, выражение подозрительности в ее глазах сменилось выражением беспредельной радости. «Это мессер Никколо Макьявелли, первый секретарь второй канцелярии и посол к герцогу от Флорентийской республики, а этот юноша, мой родственник Пьеро, племянник моего доброго друга и кузена Бьяджо Боанакорси». Мона Серафина провела их в гостиную, и Бартоломео сообщил ей о цели их прихода. Лицо Моны Серафины помрачнело. «Ах, мессер, Бартоломео, вы же знаете, я всем отказываю, понимаете, ведь в доме двое детей, а тут люди, о которых ничего не знаешь. Я знаю, я знаю, Серафина, но перед вами люди, за которых я ручаюсь. Пьеро мой родственник, он будет хорошим другом для вашего Луиджи». Препирательства продолжались. Бартоломео в своей грубовато-простодушной сердечной манере сумел донести до сознания простодушной женщины, что дом принадлежит ему, и если он захочет, то может выкинуть ее на улицу, и что ее старший сын состоит у него на службе. Но это было сделано так дружески и шутливо, что вызвало восхищение Макьявелли. Этот человек, хотя и выглядел простаком, был совсем не глуп. Серафина была бедна и не могла позволить себе отказать Бартоломео. Мрачно улыбнувшись, она сказала, что будет счастливо оказать ему и его друзьям услугу. Было договорено, что Макьявелли получит комнату и сможет пользоваться гостиной. Пьеро поселится в комнате с ее сыном Луидже, а на чердаке она постелит матрацы для двух слуг. Цену она запросила высокую, и Бартоломео высказался по этому поводу, но Макьявелли счел ниже достоинства официального лица торговаться, и сказал, что будет рад заплатить, сколько просят. Он знал, что ничем нельзя так расположить к себе человека, как дать ему немножко ограбить себя. Здесь, конечно, не было застекленных окон, они закрывались жалюзи и заставкой из промасленной бумаги, которые можно было снимать полностью или частично, чтобы проветрить комнату или впустить дневной свет. На кухне стояла плита, а гостиная могла отапливаться жаровней. Серафина согласилась отдать Макьявелли свою комнату, а сама с дочерью занять меньшую на первом этаже. Глава девятая. Когда с этим было покончено, Бартоломео оставил их, а Макьявелли и Пьеро пошли в Золотой Лев пообедать. Они уже заканчивали трапезу, когда из Скорперии прибыли двое слуг с лошадьми и багажом. Макьявелли приказал Пьеро проводить их в монастырь и забрать там седельные мешки. Доставьте полотно мессеру Бартоломео и попросите служанку отнести его наверх дамам. Она мне показалась совсем не дурной. Может быть, вам имеет смысл завязать с ней разговор, потом возвращайтесь к Серафине и ждите моего возвращения. На мгновение он задумался. Она разговорчивая женщина и наверняка любит посплетничать. Посидите с ней на кухне, она будет рада собеседнику, пусть она расскажет вам о своих детях и поговорите с ней о вашей матери, а потом разузнайте все, что сможете о Бартоломео, его жене и тещи. Серафина слишком многим обязана ему, а потому у нее, несомненно, зуб на него. У вас откровенное, честное лицо, вы всего лишь мальчик. Если вы сможете завоевать ее доверие, она и зальет перед вами всю свою душу. Для вас будет неплохой практикой узнать, как добрыми словами и сладкими речами можно заставить человека обнажить ненависть, которая лежит у него на сердце. Но, мессер Николо, почему вы так уверены, что она его ненавидит? Я совсем не уверен. Может быть, она всего лишь глупая болтливая женщина, но ведь она бедна, он богат, и она зависит от его щедрости, а бремя благодарности тяжелое бремя. Поверьте мне, легче простить оскорбление, нанесенное врагом, чем благодеяние друга. Он язвительно улыбнулся и отправился по своим делам. Он условился с флорентийским агентом, что тот устроит ему встречу с соотечественником по имени Джакомо Фаринелли, которого выслали вместе с Медичи и который, будучи неплохим щитоводом, поступил на службу к герцогу. Но он горел желанием возвратиться во Флоренцию и вернуть свое конфискованное имущество, а потому можно было бы рассчитывать, что он постарается быть полезным. Он подтвердил то, что Бартоломео сказал Макьявелли утром. Новые подданные герцога были довольны новой властью, правление было жестоким, но умелым. Люди, страдавшие раньше под тиранией своих мелких сеньоров, наслаждались свободой от угнетения, которые они не знали в течение столетий. Введя воинскую повинность, герцог брал по человеку из каждого дома и создал армию, которая была много надежнее, чем наемные, какими в основном и были все армии. Французских тяжеловооруженных всадников и гасконцев в любой момент мог отозвать их король. Швейцарцы всегда были готовы дезертировать, если другая сторона делала им заманчивое предложение, а германцы опустошали каждый район, по которому проходили, и были кошмаром для населения. Солдаты герцога гордились красно-желтой формой, в которую он их одел, им хорошо платили, их хорошо обучали и вооружали, и герцог преуспел в завоевании их преданности. «А как обстоят дела Светлотца и Арсини?» спросил Макьевелли. О них не было никаких известий. Никто не знал, что они делают. Какие настроения во дворце? «Можно сказать, что там ни на что не обращают внимания», сказал Фаринелли. «Герцог скрытен и не покидает своих апартаментов. Секретари не выказывают никаких признаков того, что есть причины для беспокойства. Я никогда не видел мессера Агапито в лучшем настроении». Макьевелли нахмурился. Он был ошеломлен. Он чувствовал, что-то затевается. Но, хотя счетовод и желал сообщить все, что знал Макьевелли, с сожалением констатировал, что свежих новостей у него так и не прибавилось. Он вернулся в свое новое жилище, где его ждал Пьеру. «Вы доставили полотно?» спросил он. «Да, мессер Бартоломео ушел во дворец. Служанка попросила меня подождать и отнесла полотно дамам, а вернувшись сказала, что они хотят поблагодарить меня лично за доставку, и я поднялся наверх. «Значит, вы не подружились со служанкой, как я вам советовал? У меня не было возможности. Вы могли бы ущипнуть ее или, по крайней мере, сказать ей, что она хорошенькая. Для этого-то была возможность». «Да, мы были очень добры со мной. Они угостили меня фруктами, пирогом и вином. Они много спрашивали меня о вас. Что они спрашивали? Они хотели знать, как давно вы женаты и на ком и как выглядит Монна Мариэта? А вы говорили с Серафиной? Вы были правы относительно нее, мессера. Если бы вы не пришли, она бы все еще говорила. Я думал, она никогда не остановится. Расскажите мне». Когда Пьеро закончил, Макьявель улыбнулся ему веселой улыбкой. «Вы очень хорошо поработали. Я не сомневался, что ваша молодость вызовет сочувствие устареющей женщины, а ваш простой невинный вид расположит ее к откровенности». Пьеро удалось обнаружить немало. Бартоломео был в большом фаворе у герцога. Он стал одним из первых людей в городе. Он был честен, добр, щедр и предан. Мона Аврелия была его третьей женой. На первой он женился по настоянию родителей, и через восемь лет она умерла от холеры. Спустя приличествующий промежуток времени он женился снова, но одиннадцать лет спустя умерла и его вторая жена. Обе принесли ему неплохое приданное, и обе были бездетны. Три года Бартоломео вдовствовал, а потом внезапно женился на Аврелии. Она родилась в Сенегалье в порту на Адриатике, а ее отец был владельцем и капитаном каботажного судна, доставлявшего товары в города Далмации. Он пропал вместе с судном во время шторма, и его вдова дошла до такой нищеты, что была вынуждена брать заказы на шитье одежды. У нее было три дочери, сын ее утонул вместе с отцом, но двух она успела выдать замуж. Аврелии исполнилось шестнадцать, когда ее совершенно случайно увидел Бартоломео. Его поразила ее девственная красота, но ни по рождению, ни по состоянию она не годилась в жены для человека его положения, хотя она и была еще очень молода, что-то в ее ранней зрелости обещало плодовитость, а именно это и привлекало Бартоломео, потому что больше всего на свете он хотел сына. При двух первых женах у него на содержании бывали хорошенькие молодые женщины со скромными средствами, но ни одна из этих случайных связей не принесла ему ребенка. Тот факт, что у Моны Катарины было шестеро детей, двое умерли во младенчестве, доказывал, что эта ветвь плодовита, а осторожными расспросами он узнал, что у старших сестер Аврелии было потро или четверо детей. Почти каждый год с регулярностью свойственной здоровой молодой особи женского пола приносили они по ребенку, но Бартоломео был осторожен. Он уже женился дважды на бесплодных женщинах и не желал брать в жены такую же третью. Через посредника он предложил Монне Катарине следующее. Они поселят ее вместе с дочерью на одной из своих вилл неподалеку от Эмолы и предоставят им приличное содержание, дав при этом обещание признать любого родившегося ребенка. Он даже пошел так далеко, что позволил посреднику намекнуть на возможность брака, если родится ребенок мужского пола. Но Мона Катарина, руководствуясь то ли религиозными соображениями, то ли житейской мудростью, с достоинством отвергла это предложение. Ее покойный муж, хотя и не поднялся выше капитана каботажного суденышка, был почтенным человеком, а двух своих дочерей она неплохо, если не сказать богато, пристроила в замужестве. Она предпочтет отдать свое возлюбленное дитя в монастырь, чем видеть ее содержанкой купца. Бартоломео сделал смотр подходящим для брака молодым женщинам в Имоле и не нашел среди них ни одной, которая привлекала бы его так, как Аврелия, или которая с большей вероятностью принесла бы ему желанного сына. Он был деловым и здравомыслящим человеком. Он знал, что если человек чего-то хочет, но не может получить за цену, которую сам предлагает, то остается единственное заплатить цену, которую просят. С подобающей любезностью он предложил брак, и это предложение было немедленно принято. Бартоломео был человеком не только деловым, но еще и предусмотрительным. Аврелия была на 20 лет моложе его, и он счел за благо иметь кого-нибудь, кто бы присматривал за ней. Он пригласил Монну Катарину жить вместе с ним и молодой женой. Серафина хихикнула. Старый дурак доверяет ей, но вы только посмотрите на нее, разве эта женщина хранила верность своему мужу? Можно сразу сказать, когда ее муж уходил в море, она времени даром не теряла. «Она явно не любит Монну Катарину», сказал Макьявелли, «интересно, почему? Может быть, она сама была не прочь выйти замуж за Бартоломео и заставить его усыновить своих детей? Может быть, просто из зависти? Это может не иметь никакого значения, но знать не помешает». Брак оказался счастливым, и Бартоломео был доволен своей молодой женой. Он покупал ей красивые одежды, дарил ей драгоценности. Она была исполнена сознанием своего долга, уважительно, покорно. Она делала все, что можно ждать от молодой жены, но хотя со дня их свадьбы прошло уже три года, не то что детей, но и малейших намеков на беременность так и не появилось. Всю жизнь нес Бартоломео этот тяжкий крест, а теперь, когда он мог передать наследнику еще и титул, он хотел сына, как никогда раньше. А Монна Серафина не намекала, что прекрасная Аврелия может быть не верна своему мужу? с улыбкой спросил Макьявелли. Нет, она редко выходит из дому, разве что на мессу, да и то в сопровождении матери или служанки, как говорит Монна Серафина, она очень благочестива, обмануть мужа для нее смертный грех. Макьявелли задумался, когда вы беседовали обо мне с дамами, вы случайно не упомянули, что Монна Моретта беременна. Юноша вспыхнул. Я думал, от этого не будет никакого вреда, абсолютно никакого, я не жалею, что они знают. Макьявелли значительно улыбнулся, но значение его улыбки ускользнуло от Пьеро. Мы уже говорили, что Макьявелли женился на Моретте не по любви, он уважал ее, высоко ценил ее добродетели и отдавал должное ее преданности, она была экономной хозяйкой, что для человека его небольшого достатка играло не последнюю роль, и ни разу она не израсходовала ни гроша впустую. Она станет матерью его детей, и при том хорошей матерью, у него были все основания относиться к ней снисходительно и с любовью, но ему и в голову не приходило сохранять ей верность. его поразила красота Аврелии, но не только ее красота, он не помнил ни одной женщины, которая бы с первого взгляда и так страстно распалила его чувства, от силы этой страсти у него даже засосало подложечкой. «Эта женщина будет моей, чего бы мне это не стоило», сказал он себе. О женщинах он знал более чем достаточно, и его ухаживания почти неизменно заканчивались победами, он не заблуждался относительно своей наружности, он знал, что есть мужчины красивее его, а многие к тому же богаче и занимают более высокое положение, но он был уверен в своей привлекательности, он умел развлекать их, знал, как польстить им, умел так повести себя, что они чувствовали себя свободно в его обществе, но более всего он желал их, и они каждой клеточкой своего тела чувствовали это и не оставались равнодушными. Когда женщина каждым нервом чувствует, что вы желаете ее, она может противиться вам, только если страстно влюблена в другого, сказал он как-то Бьяджо. Невозможно было представить, что Аврелия влюблена в своего толстого мужа, человека намного лет старше ее, за которого ее выдала мать, потому что этот брак был хорошей сделкой. Но Бартоломео не может не знать, что в городе полным-полно состоящих при дворе герцога распутных молодых людей, которые уже обратили внимание на ее красоту, и он наверняка настороже. У слуги подозрительные глаза. Слугой был мрачного вида угрюмый мужчина с огромным мясистым носом и жестоким ртом. Не исключено, что в его обязанности входит надзирать за своей молодой хозяйкой. И потом оставалась еще ее мать. Серафина сказала, что в молодости она не тратила времени даром, и это вероятно правда. У нее были смелые быстрые глаза женщины, в жизни которой случались всякие приключения. И хотя ее благочестие вероятно и не будет оскорблено, если дочь заведет любовника, дело все же было рискованным. Макьявелли пришел к выводу, что Бартоломео тщеславен, а он знал. Тщеславный человек, узнав, что его одурачили, становится самым мстительным из людей. Макьявелли брался за нелегкое дело, но трудности его не пугали, он был уверен в себе, а препятствия только делали предприятие еще более привлекательным. Было очевидно, что он должен добиться дружбы Бартоломео и усыпить его бдительность. Неплохо будет подружиться и с Монной Катариной. Он правильно сделал, попросив Пьеро расспросить Серафину. Теперь он имел представление о ситуации, но ему нужно было знать больше, и тогда в его изобретательной голове сам собой может возникнуть какой-нибудь план. Он знал, что насиловать свой мозг бесполезно, он должен дождаться вдохновения. «Идемте ужинать», сказал он Пьеро. Они отправились в Золотой Лев. И, поев, вернулись домой. Серафина уже уложила детей и теперь штопала на кухне чулки. Макьявелли отослал Пьеро в его комнату, которую тот делил с сыном Серафины, и, вежливо, испросив разрешения погреться у огня сел. У него было предчувствие, что в скором времени Монна Катарина начнет задавать Серафине вопросы о нем, и он хотел, чтобы отзыв был хорош. Макьявелли при необходимости умел быть обаятельным, а теперь от него как раз и требовалось обаяние. Он рассказал ей о своей миссии при дворе короля Франции. Он сделал это отчасти, потому что знал, это заинтересует ее, но больше, чтобы произвести впечатление важностью собственной персоны. Он говорил о короле и его министре кардинале так, словно они были его задушевные приятели. Он рассказал ей несколько скандальных историй об интрижках великосветских дам. Потом он изменил тему. Он рассказал ей о Мариетте и о том, как тяжело ему было расставаться с ней, ведь она беременна, и как сильно хочет он вернуться во Флоренцию, в свой счастливый дом. Серафина должна была быть очень умной женщиной, чтобы усомниться в том, что он добрый, преданный муж, простой и честный человек, каким он выставил себя. он с сочувственным интересом выслушал ее рассказ о болезни и смерти ее мужа, о лучших временах, которые она знала, и об ответственности, лежащей на ней, матери двоих детей, на пороге зрелости. Она, конечно же, поняла, что он превосходный, незаурядный, добрый человек, когда он сообщил ей, что у него очень чувствительный желудок, и что это настоящий крест всей его жизни, и что пища в золотом льве вызывает у него расстройство, потому что он привык к простой еде, которую готовит Монна Мариэта, Серафина вполне естественно сказала, что если он не сочтет унизительным для себя есть с ней и ее детьми, она с радостью будет готовить для него и для Пьеро. Это его вполне устраивало, потому что позволяло сэкономить деньги, и было удобно в других отношениях. Он покинул ее, произведя именно то впечатление, какого хотел, пошел в свою комнату и при свете свечи читал Ливия, пока его не сморил сон. Глава десятая На следующее утро Макьевелли залежался в постели. Он читал одну из песен Ада. Хотя он и знал благородную поэму почти наизусть, она, как всегда, наполнила его возвышенными чувствами. Он не мог читать Данте, не восхищаясь красотой языка, но рядом подспудно присутствовал образ Саврелии, чинно занятой своим вышиванием, и время от времени ему приходилось откладывать книгу и погружаться в несколько непристойные мысли. Как же думал он ему еще раз увидеть ее? Конечно, при второй встрече она может и не показаться такой соблазнительной, и, с одной стороны, это будет облегчением, потому что дел у него и без любовных интрижек предостаточно, но, с другой стороны. Это будет приятным разнообразием среди его государственных дел. Эти размышления прервал его слуга Антонио, который сказал, что мессер Бартоломео ждет внизу и желает его видеть. Послав слугу сообщить, что он немедленно будет, Маккевелли накинул на себя одежду и спустился вниз. Извините, что заставил вас ждать, граф, но я как раз дописывал письмо «Синьори», не моргнув глазом, солгал он. Бартоломео, хотя и сделал легкий презрительный жест по поводу своего титула, словно говоря, что не стоит передавать значение таким пустякам, был явно польщен. Он принес новости. Сильнейшей крепостью в Урбино была Сан-Лео. Она располагалась на крутой изолированной скале и имела репутацию неприступной. Ее ремонтировали и, воспользовавшись этим, отряд вооруженных крестьян ворвался в ворота и перебил гарнизон Валентино. Новость эта быстро распространилась и другие деревни сразу же подняли восстание. Было очевидно, что восстание инспирировали заговорщики из Маджоне. А это могло означать только одно. Они решили перейти к вооруженным действиям против герцога. Дворец сейчас представлял собой разбуженный улей. Какие войска есть в настоящее время в распоряжении герцога? Прервал его Макьявелли. Вам лучше пойти и посмотреть самому. Я думаю, сейчас его светлость не даст мне разрешения. Идемте со мной. Я как раз отправляюсь в лагерь и могу взять вас с собой. У Макьявелли мелькнула мысль, что Бартоломео пришел к нему не по-дружески, чтобы сообщить новость, которая в любом случае недолго бы оставалась ему неизвестной, а был специально послан герцогом, чтобы спровоцировать это приглашение. Как охотник в лесу, заслышавший шорох в траве, Макьявелли внезапно насторожился, но при этом он дружески улыбнулся. «Вы должно быть влиятельный человек, мой друг, если можете разгуливать по лагерю по своему собственному желанию». «Это не так», ответил Бартоломео, напустив на лицо скромное выражение. «Герцог поставил меня во главе горожан, у полномоченных обеспечивать его армию провизии». «И вы неплохо зарабатываете на этом», лукаво сказал Макьявелли. Бартоломео разразился утробным смехом. «Едва-едва прибыль набегает, и то не всегда. Герцог человек серьезный. В Урбино солдаты чуть было не восстали из-за качества пищи, и когда дело довели до его сведения, и он обнаружил, что жалобы обоснованы, он повесил трех уполномоченных». «Очень хорошо понимаю, что это заставляет вас проявлять осторожность». Они поехали в лагерь. Лагерь располагался в трех милях от города. Там размещались три роты по пятьдесят копейщиков под командой испанских офицеров и еще сотня улан из знатных римских семей, присоединившихся к армии герцога в поисках приключений и славы. Каждый улан имел коня, а в качестве слуг при нем состояли паш и пехотинец. Здесь располагались двадцать пять сотен наемников, а мобилизованные солдаты герцога в количестве шести тысяч должны были прибыть через два дня. Одного агента герцог послал в Милан, чтобы собрать пять сотен гасконцев, искателей приключений, разбросанных по ломбардии, а другого, чтобы нанять пятнадцать сотен швейцарцев. Его артиллерия производила устрашающее впечатление и находилась в прекрасном состоянии. Макьявелли интересовался военным искусством, кое-какие знания, в котором, коими он весьма гордился, он приобрел во время неудачной осады Пизы. Он внимательно смотрел вокруг, задавал много вопросов как офицерам, так и солдатам, сортируя ответы, принимая то, что казалось правдой, отметая невероятное, он пришел к выводу, что герцог уделяет армии достаточно много внимания. Вернувшись в город, он обнаружил послание от Агапита до Амалия, в котором сообщалось, что герцог желает его видеть в восемь часов вечера. После обеда он послал Пьеро в дом Бартоломео, чтобы сообщить ему, что сегодня вечером его примет герцог, и если Бартоломео пожелает встретить его позднее в золотом льве, то они смогут выпить покупку вина. Вероятно, он мог наладить связь с Аврелией только с помощью ее мужа, а поэтому должен был подружиться с Бартоломео. Бартоломео был доверчивой душой, он любил хорошие угощения, хорошую компанию, и то доказательство доверия, которое предлагал ему теперь посол республики, не могло не польстить его тщеславию. Макьявелли пошел в свою комнату отдохнуть, он решил, что стоит еще раз побеседовать с Серафиной. Он не сомневался, что сможет выудить из нее больше, чем Пьеро. В беседе с ним она хорошо отозвалась о Бартоломео, но она могла сделать это из осторожности, если он хоть немного разбирается в человеческой природе, то ее благодарность Толстяку за благодеяние, которыми он осыпал ее, должна быть слабее негодования, рожденного мыслью о том, что их число могло бы быть и больше. Макьявелли считал, что у него хватит ловкости заставить ее раскрыть свои истинные чувства. Когда он начнулся от размышлений, он уже шел вниз, как бы в гостиную и по пути напевал чуть громче, чем это было необходимо, мотив флорентийской песенки. «Вы здесь, Монна Серафина?» сказал он, проходя мимо дверей кухни, «а я думал, вы ушли». «У вас прекрасный голос, мессера», сказала она. «Тысяча благодарностей! Могу я зайти на минуту?» У моего старшего сына прекрасный тенор, мессер Бартоломео частенько приглашал его, и они пели вместе у мессера Бартоломео бас. Странно, что у такого большого и сильного человека такой небогатый голос». Макьявелли насторожился. «Мой друг Бьяджо Банакорси, кузен мессера Бартоломео и я любим петь вместе, жаль, что я не смог захватить с собой лютню. Я бы с огромным удовольствием спел для вас какую-нибудь из моих песен». «Но мой сын оставил здесь лютню, он хотел взять ее с собой, но это ценный инструмент, его отцу, моему бедному мужу, подарил ее один господин, которому он оказал услугу, и я не позволила сыну взять ее с собой. вы разрешите мне взглянуть на нее? К ней три года не прикасались, боюсь, что часть струн порвана. Но она принесла лютню и дала ее Макьявелли. Это был красивый, изготовленный из кедра инструмент с инкрустацией из слоновой кости. Макьявелли настроил лютню и начал напевать тихим голосом. Он не только любил музыку, но и знал нотную грамоту. Сам написал слова и сочнил мелодию нескольких песен. Закончив, он увидел слезы в глазах Серафины. Он отложил инструмент и ласково посмотрел на нее. Вот уж не хотел довести вас до слез. Это напоминает мне о моем мальчике, который теперь так далеко в окружении этих язычников среди стольких опасностей. Для него это хорошая школа, а с протекцией мессера Бартоломео его будущее обеспечено. Она посмотрела на него измученными глазами. Лазарь должен быть благодарен за те крохи, что перепадают ему со стола богача. Ее язвительное замечание уверило его в том, что он не был далек от истины в своих предположениях. Святое Писание говорит нам, что на небесах все переменится. Она усмехнулась, но ее усмешка была полна горечи. Он отдал бы половину своего богатства, чтобы иметь моих детей. Странно, что ни одна из трех его жен так и не забеременела. Вы, мужчины, всегда думаете, что в этом виновата женщина. У Моно Катарины умная голова. Она знает, что если у Аврелии в скором времени не будет ребенка, для них обеих это плохо кончится. Не будет больше роскошных платьев, не будет ни колец, ни браслетов. Я всю жизнь знаю Бартоломео. За одни красивые глаза он не станет раскошеливаться. Моно Катарина правильно делает, что беспокоится. Она дает Фра Тимотео деньги и просит его молиться за то, чтобы Аврелия забеременела. А кто такой, скажите мне, этот Фра Тимотео? спросил Макьявелли, их духовник. Бартоломео обещал подарить его церкви изображение Мадонны с младенцем, когда у Аврелии родится сын. Фра Тимотео вытягивает из него немалые деньги. Он водит его за нос, хотя и знает не хуже меня, что Бартоломео импотент. Макьявелли узнал больше, чем рассчитывал узнать. План замечательный и простой возник в его голове, и он счел за благо прекратить разговор. Он лениво прошелся по струнам лютни. Вы правы, это прекрасный инструмент. играть на нем одно удовольствие. Вы правильно сделали, что не позволили сыну взять ее за море. А вы мне очень симпатичны, мессера, сказала она. Если это доставляет вам такое удовольствие, я одолжу ее вам на время, пока вы здесь. Я знаю, вы будете обращаться с ней осторожно. Макьявелли только что обдумывал, как бы вынудить ее сделать такое предложение. Она избавила его от дальнейших ухищрений. Нет, несомненно, он умел найти подход к женщинам. Жаль, что она стара, измотана и больна, а то он мог бы позволить себе с ней кое-какие шалости. Он тепло поблагодарил ее. Для меня это будет большим утешением петь песенки, которые любит моя жена. Я недавно женился, и она теперь беременна. Было так трудно уезжать от нее, но что я мог поделать? Я слуга республики и должен ставить долг выше своих желаний. Когда чуть позднее Макьявелли покинул ее, она была убеждена, что он не только выдающийся деятель, преданный муж, искренний друг, но и честный, обаятельный и надежный человек. Глава одиннадцатая В назначенное время за ним зашел один из секретарей герцога в сопровождении факельщиков, и Макьявелли, приказав одному из слуг следовать за собой, отправился во дворец. Герцог принял его с показным радушием, которое было тем более удивительно, что только вчера он отпустил его в гневе. Казалось, он пребывал в хорошем настроении. Он мимоходом сообщил о падении крепости Сан-Лео и, казалось, не испытывал никаких сомнений относительно того, что ему без труда удастся преодолеть сложности в Урбино. Потом, в дружески-доверительной манере, которая польстила бы Макьявелли, будь он податлив налезть, герцог сообщил ему, что послал за ним, чтобы сообщить новости, которые заинтересуют господ из Синьории. Он достал письмо, только что полученное им от епископа Арльского, папского легата во Франции, в котором епископ сообщал, что король и кардинал его министр горят желанием оказать ему помощь, и, зная, что ему нужны солдаты для взятия Болоньи, приказали мсье де Шамону в Милане, послать ему три сотни копейщиков под командой мсье де Ланкре, а по требованию герцога прибыть в Парму лично с еще тремя сотнями копейщиков. Герцог показал письмо Макьявелли, чтобы он мог убедиться в его подлинности. Причина хорошего настроения герцога была очевидна. Если он не пошел на Флоренцию после захвата Урбино, то только по той причине, что французы послали солдат на ее защиту, и единственный вывод, который можно было из этого сделать, состоял в том, что герцог не мог больше рассчитывать на их помощь. Именно уверенность в этом и побудила его кондотьеров к восстанию. Но если французы по причинам, о которых можно было только догадываться, снова изъявляли готовность оказывать ему поддержку, то его положение значительно улучшалось. Теперь послушайте меня, секретарь, сказал он. Это письмо написано в ответ на мою просьбу о помощи во взятии Болоньи. Вы можете сами убедиться, что я не буду испытывать недостатка в силах, чтобы расправиться с этими негодяями. Они не могли сбросить маски в более подходящий момент. Теперь я знаю, кого мне нужно опасаться и кто мои друзья. Я говорю вам это для того, чтобы вы могли написать вашим хозяевам и объяснить им, что я не склоняюсь перед бурей. У меня есть добрые друзья, и среди них я хотел бы числить и сеньорию, если они расположены, быстро прийти к соглашению, если же нет, я навсегда порываюсь с ними, и даже если буду тонуть, я не обращусь к ним с предложением дружбы. Хотя в его словах и таилась угроза, говорил он веселым и вежливым тоном, отчего они почти не казались оскорбительными. Макьевелли ответил, что он сразу же напишет сеньории и сообщит им то, о чем сказал герцог. Герцог сердечно пожелал ему доброй ночи. Когда Макьевелли прибыл в гостиницу, Бартоломео уже ждал его. Они заказали подогретое вино. Макьевелли, хотя и догадывался, что Бартоломео, если только до него уже не дошли эти известия, все равно скоро будет в курсе событий для вязчей значимости, попросив купца держать то, что он услышит втайне, пересказал ему свой разговор с герцогом. Небольшой вымысел вполне отвечал его целям, и он сказал Бартоломео, что герцог одобрительно отозвался о нем, а когда толстяк захотел узнать подробности, Макьевелли без труда изобрел и их Бартоломео засиял. «Вы уже и теперь первый человек в имоле, мессер Бартоломео. Если папа не умрет и удача будет улыбаться герцогу, вы сможете стать одним из первых в Италии. Я только торговец, я не мечу так высоко». Казиме де Медичи был только торговцем, и все же он стал хозяином Флоренции, а его сын Лоренцо Великолепный был на равных с королями и принцами. Выражение лица Бартоломео свидетельствовало о том, что слова попали в цель. «Это верно, что ваша жена беременна, мессера? Это огромная радость для меня, она должна разрешиться от бремени на будущий год». «Вам повезло больше, чем мне», вздохнул Бартоломео. «У меня было три жены, и ни одна из них не принесла мне ребенка». Монна Аврелия, здоровая и сильная молодая женщина, невозможно поверить, что она бесплодна. «Какое еще может быть объяснение? Мы женаты уже три года. Может быть, вам следует свозить ее на воды?» «Я уже возил ее на воды, а когда это не помогло, мы отправились в паломничество в Санта-Мария де ла Мизерикордия в Альвайно, где есть чудотворный образ Мадонны, который излечивает бесплодных женщин, и это тоже не помогло. Можете себе представить, какое это для меня разочарование. Мои враги говорят, что я импотент, это абсурд. Не многие обладают такой мужской силой, как я. У меня в каждой деревне вокруг имолы есть бастарды». Макьявелли знал, что это ложь. «Трудно представить, что человеку может так не повезти жениться на трех бесплодных женщинах. Вы не должны отчаиваться, мой друг. Чудо всегда возможно, а у вас, несомненно, большие заслуги перед нашей Святой Церковью». Фра Тимотео говорит «То же самое, он каждый день молится за меня». «Фра Тимотео», спросил Макьявелли, словно услышал это имя впервые, «Наш духовник, он говорит, чтобы я не терял надежды». Макьявелли заказал еще вина с помощью тонкой лести, а именно и спрашивая совета Бартоломео о том, как ему вести себя в трудных переговорах с герцогом, Макьявелли скоро привел его в более жизнерадостное состояние. Потом он рассказал ему несколько высшей степени непристойных историй, которых знал огромное количество и которые умел рассказывать. Бартоломео смеялся грубоватым, громким смехом, и ко времени, когда они простились, он решил, что в жизни не встречал более интересного человека. Макьявелли со своей стороны думал, что провел время не без пользы. Он был человеком воздержанным, но обладал крепкой головой, и вино, от которого Бартоломео слегка захмелел, на него никак не подействовало. Вернувшись в свою комнату, он сел писать письмо сеньории, в котором сообщал о разговоре с герцогом и о том, какие силы имеются в его распоряжении или легко могут быть получены. Он писал легко и без поправок, потом он прочел написанное, письмо было отличным. Глава двенадцатая У Валентино была привычка работать до поздней ночи, и поэтому поднимался он поздно. Его секретари, которые тоже работали допоздна, пользовались этим, чтобы выспаться, и потому Макьявелли, не имея до обеда никаких дел и уже отправив письмо сеньории, решил дать себе отдохнуть. Он почитал Ливия и сделал несколько заметок, навеянных ему чтением, а потом, чтобы убить время, взялся за лютню, полученную во временное пользование от Серафины. У нее был хороший тон, звучный, но мягкий, и, попробовав его в первый раз, он отметил, что она подходит к его невысокому баритону. День был солнечный, и он сел у открытого окна, наслаждаясь благодатным теплом. Где-то неподалеку жгли дрова, и этот запах приятно щекотал ноздри. Проход, разделявший дома Серафины и Мессера Бартоломео, был так узок, что по нему едва мог протиснуться осел с корзинами, и из своего окна Макьявелли видел крохотный дворик с колодцем и каштаном. Он начал петь. В это утро он был в голосе, и ему понравилось собственное пение. Потом он заметил, что окно в доме напротив открывается, он не видел, кто открыл его, не видел даже руки, установившие бумажную ширму, но почувствовал внезапное возбуждение, потому что не сомневался невидимка, никто иной, как Аврелия. Он спел две свои любимые песни, обе любовного содержания, и дошел до середины третьей, когда окно внезапно закрылось, словно кто-то вошел в комнату. Это немного расстроило его, и ему в голову закралось подозрение, что это могла быть служанка, которая не хотела, чтобы ее застали бездельничающей, слушающей, как поет какой-то незнакомец в соседнем доме. Но во время обеда, искусно ведя разговор, он сумел узнать, что открывавшееся окно принадлежало супружеской спальне, где проводил ночи с молодой женой Бартоломео. Позднее он отправился во дворец, но ему не удалось повидать ни герцога, ни кого-нибудь из секретарей. Он завязывал разговор с разными людьми, явно без всяких дел прогуливавшимися по дворцу, спрашивал у них, какие есть новости, они ничего не знали, но у него создалось впечатление, что они о чем-то догадываются, но, что бы ни случилось, это держалось в тайне. Неожиданно он столкнулся с Бартоломео, который сказал, что герцог должен был принять его, но слишком занят и не может. Мы оба теряем здесь время, сказал Макьявелли с дружеской любезностью, пойдемте в гостиницу и выпьем по бокалу вина, мы можем поиграть в карты, а если вы играете в шашки, то и партию в шашки. Я люблю шашки. По пути в Золотой Лев Макьявелли спросил его, чем это все так заняты во дворце, понятия не имею, я ни от кого ничего не мог добиться. в голосе Бартоломео Макьявелли догадался, что он говорит правду. Он был высокого мнения о своем собственном положении и его оскорбило, что он не пользуется полным доверием герцога. Я знаю, что когда герцог желает сохранить что-нибудь в тайне, даже самые близкие к нему люди ни о чем не подозревают, сказал Макьявелли. Он был весь день занят со своими секретарями, посыльный и отправлялись один за другим. Явно что-то случилось. Я знаю, что сегодня утром из Перуджа прибыл курьер. Курьер или кто-то замаскированный под курьера? Бартоломео метнул на него взгляд. Я не знаю. А что вы подозреваете? Ничего, я только спрашиваю. Путь до гостиницы был недалек. Они заказали графин вина и попросили принести шашки. Макьявелли играл хорошо и вскоре обнаружил, что Бартоломео ему не соперник. Но он доставил себе удовольствие тем, что сначала заставил противника попотеть, а в конце позволил ему одержать победу. Бартоломео пыжился от гордости и попивая вино указывал Макьявелли, какие ошибки тот совершил и что следовало сделать, чтобы противостоять стратегии противника. Макьявелли упрекал себя в недостаточной дальновидности. По пути домой Бартоломео заметил. Моя теща говорит, что слышала, как кто-то пел сегодня утром в вашем доме. Это были вы или мой племянник Пьеро? У Пьеро голос лучше моего, но сегодня пел я. Я польщен тем, что Монна Катарина не очень плохо отозвалась о моих занятиях пением. Бьяджо и я в компании с еще одним-двумя друзьями часто проводим время за пением. У меня самого очень хороший бас. У Пьеро тенор. Это будет замечательным сочетанием, если вы не побрезгуете моим скромным жилищем, вы доставите мне большое удовольствие своим посещением, когда у вас не будет занятий поинтереснее, и мы все дадим нашей доброй Серафине маленький концерт. Заглотит ли рыбка такую искусно насаженную наживку? Никаких признаков этого пока не было видно. Мы это обязательно сделаем. Это вернет меня во времена моей юности, когда я был молодым человеком, мы итальянцы в Смирне пели целые дни напролет. Терпение пробормотал про себя Макьевелли терпение. Войдя в дом, он взял засаленную колоду карт и начал раскидывать пасьянс, одновременно обдумывая то, что сообщил ему Бартоломео, и то, что он узнал от Серафины. У него возник план, хороший план, но чтобы осуществить его, требовалось мастерство. Чем больше думал он об Аврелии, тем сильнее воспламенялись его чувства, и его весьма забавляла мысль о том, что он может обеспечить Бартоломео ребенком предпочтительно мальчиком, которого тот так желает. Не часто размышлял он, можно сделать доброе дело с таким удовольствием для себя. Было очевидно, что он должен войти в доверие к Монне Катарине, потому что без нее он ничего не сможет сделать, но трудность состояла в том, что он должен так расположить ее к себе, чтобы можно было рассчитывать на ее помощь. Она была женщиной сладострастной наружности, и ему пришло в голову, что он мог бы убедить Пьеро переспать с ней. Пьеро молод, в ее возрасте она не сможет отказать в благодарности, но он отбросил эту мысль. Его планом лучше послужит, если Пьеро станет любовником служанки, но говорят, что в свое время Монна Катарина вела не очень строгую жизнь. Если Макьевелли и был в чем-нибудь убежден, так это в том, что женщина, перестав быть соблазнительной, становится сводней. Он считал, что женщины обладают природным инстинктом наслаждаться чужими удовольствиями, когда возраст не дает им больше наслаждаться самим. И какое ей дело дать чести Бартоломео в ее интересах, чтобы Аврелия родила младенца? А как быть с этим фрате Матео? Он их духовник, друг дома. Может быть, имеет смысл встретиться с ним и узнать, что он за человек? Может быть, его можно как-то использовать? Размышления Макьевелли были внезапно прерваны стуком в ставень. Он поднял глаза, но не шелохнулся. Стук тихий и вежливый повторился. Он подошел к окну и слегка приоткрыл ставень. Тихо назвали имя. Фаринелли, подождите, вы один? Один. Он пошел в коридор и открыл дверь. В темноте он мог различить только чью-то фигуру. Фаринелли, как мы говорили, был счетоводом из Флоренции, с которым Макьевелли встретился на следующий день после своего прибытия. Закутанный в плащ, с лицом закрытым шарфом, он проскользнул внутрь и последовал за Макьевелли в гостиную. Ее освещала единственная свеча. Он сел за стол рядом с Макьевелли, чтобы можно было говорить почти шепотом. У меня для вас важное сообщение. Говорите, могу я рассчитывать на щедрость сеньории, если то, что я сообщу интересно для них, без сомнения. Посыльный верховой курьер прибыл сегодня во дворец. Заговорщики подписали наконец между собой соглашение. Они обязуются быть в готовности оказать помощь бентиволью в защите Болоньи, вернуть изгнанных сеньоров в их владение и не вступать в сепаратные переговоры с герцогом. Они решили набрать семь сотен тяжеловооруженных всадников, сотню легких и девять тысяч пехоты. Бентиволью должен напасть на Имолу, а Виттелотсо и Орсини идти на Урбино. «Вот это действительно новость», сказал Макьевелли. Он был приятно возбужден. Такой поворот событий ободрил его, и он с нетерпением, как зритель в театре, ждал, как герцог будет управляться с возникшей опасностью. И еще одно Виттелотсо дал понять герцогу, что если он получит надежные гарантии неприкосновенности его владения Костелло, то он вновь соединится с ним. «Откуда вы это знаете?» «Достаточно того, что я это знаю». Макьевелли был встревожен. Он знал Виттелотсо, мрачного, подозрительного человека, подверженного настроению, впадающего в дикий гнев и в приступы глубокой депрессии. Сифилис, которым он страдал, так изменил его, что временами он вряд ли находился в здравом уме. Кто может сказать, какие злобные планы зреют в этом измученном мозгу, Макьевелли отпустил щитовода. «Я могу рассчитывать на вашу осторожность, мессер Никколо. Если обнаружится, что я сообщил вам это, со мной будет покончено, я знаю, но я не из тех, кто режет гусынь, несущих золотые яйца». Глава тринадцатая С этого момента события развивались стремительно. Узнав о восстании в Урбино, герцог послал подавить его двух из своих кондотьеров испанцев Доно Уго де Монкада и Дона Михеле де Корелла. Обосновавшись в Терголе и Фоссомброне, они принялись опустошать близлежащие земли, грабить города и убивать жителей. В Фоссомброне женщины с детьми бросались в реку, чтобы избежать жестокости солдатни. Герцог, вызвав Макьявелли, с изрядной долей грубоватого юмора сообщил ему об этих подвигах. «Кажется, сезон оказался не очень благоприятным для заговорщиков», сказал он с мрачной улыбкой. «Он только что получил известие от папского посла в Перудже о том, что по его прибытии Орсини пришли заверить его в своей преданности его святейшеству и просить извинения за свои деяния». Макьявелли вспомнил, что говорил ему Фаринелли о Витлотсо. «Трудно понять, почему они это сделали», сказал он. «Пошевелите мозгами, секретарь. Это может означать только одно, они еще не готовы и хотят выиграть время, ведя себя так, будто примирение все еще возможно». Несколько дней спустя Витлотсо штурмом взял Урбино, и герцог снова послал за Макьявелли. Макьявелли ждал, что увидит его расстроенным плохими известиями, но герцог даже не упомянул о них. «Я, как обычно, хочу побеседовать с вами о делах, которые касаются вашего правительства и наших общих интересов», сказал он. «Я получил это письмо от некоего лица, посланного мной в Сиену». Он прочел его вслух. Письмо было написано находившимся на службе герцога шевалье Арсини незаконным отпрыском этого благородного и сильного рода. Он беседовал с главарями заговора, и они заверили его в своем желании прийти к соглашению с герцогом и заявили о своем стремлении вернуться к нему на службу, если он отменит осаду Болоньи, и вместо этого они совместными силами вторгнутся на территории, принадлежащие Флоренции. «Вы видите, как я откровенен с вами», добавил он, закончив читать, «и насколько я не сомневаюсь в добрых намерениях вашего правительства, в ответ они должны испытывать и ко мне больше доверия, чем в прошлом, и они могут быть уверены, что я не обману его». Макьевелли не знал, насколько можно верить словам герцога, Орсини были смертельными врагами Флоренции, они с радостью ухватятся за любую возможность, чтобы вернуть к власти сосланных Медичи, он мог только предполагать, что герцог не принял предложение из страха рассердить французов, а теперь разглашает эту тайну, чтобы республика оказалась обязанной ему, а сеньория была бы вынуждена предоставить ему выгодную кондотту, которую не так давно он взял у них на острие меча, но которую, когда опасность миновала, сеньория к его неудовольствию отменила. Термин кондотта использовался для обозначения принятия на определенное время на службу наемного военачальника, называвшегося отсюда кондотьером. Из установленного ему жалования он платил своим солдатам, и немалые деньги оседали в его кармане. Два дня спустя силы заговорщиков атаковали армию герцога под объединенным командованием двух испанцев и нанесли ей поражение. Дон Уго де Монкадо был взят в плен, а дон Михеле де Карелло раненый спасся бегством и укрылся в фосом броне. Это было больше, чем поражение, это было бедствие. В имоле новость держали в тайне, потому что, как написал сеньория Макьявелли, при дворе герцога о том, о чем нельзя было распускать слухи, хранили молчание, но у него были свои способы узнавать то, что его интересовало, и как только это известие дошло до него, он отправился во дворец и попросил аудиенции. Макьявелли вошел к герцогу с чувством живого любопытства. Ему было интересно увидеть состояние герцога. До этого времени самоуверенного и невозмутимого, ведь теперь на него смотрел обреченный человек. Герцог не мог не знать, что ждать пощады от своих врагов ему не приходится, но он оказался спокоен, даже весел. Он заговорил о заговорщиках с отвращением. «Не хочу хвастаться», сказал он, «но я жду, что результат, каким бы он ни был, покажет, из чего сделаны они, из чего я. Я и хорошо знаю всю эту банду, и я о них невысокого мнения. У Витлоццо громкая репутация, но единственное, что я могу сказать вам о нем, так это то, что он ни разу не совершил ничего требующего мужества. Его оправдание во французской болезни, единственное, на что он способен, это опустошать беззащитные земли, грабить тех, у кого не хватает мужества сопротивляться, лживый друг и коварный враг. Макьевелли не мог скрыть восхищение этим человеком, который смотрел в лицо гибели с таким несокрушимым спокойствием. Положение его было отчаянным. Бентиволье, сеньоры Болоньи, находились на его северных границах, ведь Лоццо и Арсини, окрыленные победой, должны были надвигаться с юга. Атакованный превосходящими силами одновременно с двух фронтов, он не мог избежать поражения. Валентино не был другом Флоренции, и его поражение и гибель станут облегчением для республики, но Макьевелли против своей воли был склонен не более желать ему успешного избавления от угрожавших ему опасностей. «Я получил письма из Франции», сказал герцог после паузы, «из которых узнал, что король дал указание вашему правительству оказывать мне всевозможную поддержку». «Я ничего не знаю об этом», сказал Макьевелли. «Что ж, это верно. Напишите вашим хозяевам, чтобы они прислали мне десять эскадронов кавалерии, и можете добавить, что я готов заключить твердый и нерушимый союз с ними, из которого они извлекут все выгоды, каких можно ждать от моей помощи и моей удачи». «Я не замедлю передать ваше пожелание, сеньори, ваша светлость». Герцог был не один, с ним находились Агапита да Амалия, его кузен епископ Эльны и еще один секретарь. Воцарилось молчание. Герцог задумчиво разглядывал флорентийского посла. Молчание и этот изучающий взгляд вывели бы из равновесия человека более нервного, чем Макьевелли, но даже и ему пришлось проявить выдержку, чтобы сохранить внешнее спокойствие. «Из разных источников до меня дошло, сказал наконец герцог, что ваше правительство возбуждает сеньоров Болоньи объявить мне войну, и что они делают это либо из желания уничтожить меня, либо в надежде заключить со мной соглашение на более выгодных для них условиях». Макьевелли выдавил из себя улыбку настолько сердечную, насколько это позволяло ему его холодная и несколько суровая внешность. «Я ни на минуту не верю в это, ваша светлость», ответил он. «Письма, которые я получаю от Синьории, неизменно содержат изъяснение дружбы к его святейшеству и к вам». «Я тоже не верю в это, но изъявления дружбы более убедительны, когда они подкреплены действиями. Я уверен, мое правительство сделает все возможное, чтобы показать искренность своей дружбы. Если оно столь же мудро, сколь и медлительно, то я не сомневаюсь, оно так и сделает». Внутренне Макьевелли вздрогнул. Никогда в жизни не слышал он в человеческом голосе такого холодного бешенства. Глава четырнадцатая. В течение нескольких дней Макьевелли занимался сбором информации от своих агентов, от Бартоломео, от Фаринелли и от окружения герцога. Он никому не доверял полностью и знал, что приближенные Валентино сообщают ему только то, что ему, по их мнению, следует знать. Но самым непостижимым фактом была бездеятельность мятежных кондотьеров. Войска герцога, в которые сейчас набирали всех, предлагавших свои услуги, еще не прибыли, и хотя он пока что и удерживал некоторые крепости в восставших государствах, никто всерьез не верил, что они выдержат решительный штурм. Сейчас время для нападений было самое благоприятное, сейчас, и все же они бездействовали. Это было выше понимания, он никак не мог решить для себя, чем объясняется эта медлительность. Потом произошло событие, еще больше увеличившее его недоумение. Орсини послали ко дворцу герцога эмиссара, чтобы он прибыл вечером и отбыл на следующий день. Макьевелли, несмотря на все усилия, не мог найти объяснение этому визиту. Ему уже пришел ответ из синьории на требования герцога о вооруженной помощи, и в надежде получить хоть какой-нибудь намек на то, что происходит, он попросил об аудиенции. Не без волнения пришел он во дворец, потому что должен был сообщить герцогу, что у флорентийцев нет войск, и заверение в дружбе это единственное, что они могут предложить. Макьевелли уже видел герцога в гневе и знал, что гнев этот ужасен. Он собрался с духом, чтобы встретить грозу подобающим образом. Он был страшно удивлен, когда герцог с безразличием выслушал принесенное им известие. Я несколько раз говорил вам и сегодня повторяю снова, что у меня есть ресурсы. Скоро здесь будут французские копейщики, швейцарские пехотинцы. Вы сами видите, что каждый день я набираю новых солдат. «У папы нет недостатка в деньгах, как у короля в людях. Вполне может случиться так, что мои враги пожалеют о своем предательстве». Он улыбнулся, и в улыбке его сквозили жестокость и коварство. «Вас не удивит, если я вам сообщу, что они уже сделали предложение о мире». Макхевеле чуть не вздрогнул. От их имени приезжал мессер Антонио да Венафро. Это, несомненно, был тот самый таинственный посетитель, о котором слышал Макхевелли. Он был приближенным советником и доверенным лицом Пандольфо Петруччи, синьора Сиене, который, судя по поступавшим отовсюду сообщениям, стоял во главе заговора. Он сделал предложение совместными усилиями сбросить правительство Флоренции, но я ответил, что ваше государство никогда не враждовало со мной и что мы вот-вот подпишем договор друг с другом. Ни под каким видом не подписывайте, сказал он, позвольте мне уехать и снова вернуться, мы придумаем что-нибудь стоящее. На что я ответил, мы зашли так далеко, что уже не можем остановиться, и я еще раз повторяю вам, что хотя я и готов выслушать этих людей и поводить их за нос, я не предприму ничего против вашего государства, если только оно само не вынудит меня. Когда Макьявелли уже готовился уйти, герцог вскользь сделал замечание, которое удивило посла республики, чего, вероятно, и добивался герцог, я в любую минуту жду прибытия Пагола Арсини. Пьеро провожал Макьявелли до дворца и теперь ждал его в караульной с фонарем, чтобы освещать путь до дома. Пьеро научился читать по лицу своего патрона и сразу же увидел, что он не расположен к беседе. Они шли молча. Дома, сняв свой плащ и головной убор, Макьявелли попросил Пьеро принести ему чернила, перья и бумагу и сел писать сеньори. «Я пойду спать», сказал Пьеро. «Нет, подождите», сказал Макьявелли, откинувшись к спинке стула. «Я хочу поговорить с вами». Он не знал, чему можно верить из услышанного им от герцога и решил, что, если прежде чем писать, он облечет в слова свои соображения, то это поможет ему. Я запутался в этих уловках, хитростях и лжи, которые слышу от всех, с кем приходится встречаться. В нескольких словах повторил он Пьеро то, что сообщил ему герцог. Как может Валентино с его гордостью, его везением и его огромными амбициями простить людей, которые не только не дали ему захватить еще одно государство, но и лишили его уже приобретенного. Кондотьеры восстали, потому что хотели уничтожить его, прежде чем он уничтожит их. Почему они промедлили с решительными действиями, когда он почти был у них в руках? Макьявелли, нахмурившись, смотрел на Пьеро, но Пьеро весьма благоразумно, сочтя вопрос риторическим, не делал ни малейшей попытки отвечать. Теперь он укрепил свои города и послал в стратегически важные места гарнизоны. Каждый день прибывают новые войска, он получает деньги от папы и солдат из Франции, и у него огромное преимущество в том, что ни с кем, кроме себя самого, ему не нужно советоваться. Кондотьеров объединяет только ненависть и страх перед герцогом. Союзы всегда хрупки, потому что их участников больше волнуют свои собственные интересы, чем общие выгоды. Союзы никогда не действуют быстро, потому что их участникам необходимо согласовывать каждый свой шаг, а глупость, неподготовленность или некомпетентность одного могут привести ко всеобщей катастрофе. Они всегда подозрительны друг к другу, потому что ни один не хочет, чтобы кто-нибудь из них набрал такую силу, которая впоследствии будет опасной. Кондотьеры несомненно знают, что ко двору герцога один за другим прибывают всевозможные эмиссары. Уж поверьте мне, Валентина об этом позаботился, и каждый в глубине души носит подозрение, что его готовятся бросить на съедение волкам. Макьевелли нервно грыз ноготь большого пальца. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее верю, что заговорщики уже не могут нанести заметного вреда герцогу. Они упустили время, и теперь, вероятно, думают, что для них лучше искать мира. Макьевелли взглянул на юношу сердитым взглядом, для которого не было причин, потому что Пьера так ни разу и не раскрыл рта. Вы знаете, что это означает? Нет. Это означает, что если они объединят свои силы, то под командованием герцога будет огромная армия, и он неизбежно пустит ее в дело, никто не может позволить себе платить солдатам за безделье. Как будет использована эта армия? Против кого? Это будет решено, я полагаю, когда Ветелотца и Пагло Арсини встретятся с глазу на глаз. Глава пятнадцатая Поскольку в Италии не нашлось бы глупца, который поверил бы кому-нибудь на слово, а охранная грамота стоила не больше бумаги, на которой ее писали, кардинал Борджа, племянник папы, в качестве заложника отдался в руки Арсини, а два дня спустя Пагало глава дома прибыл в Имолу, переодетый курьером. Это был тщеславный, болтливый, изнеженный, глупый человек средних лет, тучный и лысоватый, с круглым бритым лицом и суетливыми фамильярными манерами. Валентино обходился с ним с величайшей предупредительностью и дал в его честь великолепный обед, за которым последовало представление близнецов Плафта. Сноска Близнецы комедия Титамакция Плафта 250-й, 184-й годы до нашей эры конец сноски. Два вождя проводили длительное совещание, но никакие ухищрения не помогли Макьявелли узнать, о чем они говорили. Те из секретарей герцога, которые, казалось, прежде были дружески расположены к Макьявелли, теперь избегали встреч с ним. Ему нечего было оттолкнуться, кроме шутливого замечания Агапита до Амалия о том, что переговоры были выдуманы только для того, чтобы не дать врагу перейти к действиям. Ни одна из армии фактически не двинулась с места, а войска Болоньи были даже выведены из владений герцога. Ожидание скоро стало невыносимым для Макьявелли, и, воспользовавшись письмом, которое он только что получил из Флоренции, он попросил герцога об аудиенции. Валентино принял его в постели. Со своим обычным добродушным юмором он выслушал заверения сеньории в дружбе, а потом перешел к теме, которая так сильно интересовала Макьявелли. «Я думаю, мы придем к соглашению, сказал он. Они хотят от меня одного, чтобы я гарантировал неприкосновенность их владений, и теперь нам осталось всего лишь решить, как это устроить. Кардинал Орсини составляет статьи договора, и мы должны дождаться и посмотреть, что они собой представляют. Что касается вас, то вы можете спокойно пребывать в уверенности, что ничто не будет сделано в ущерб вашим хозяевам. Я не допущу ни малейшего ущемления их интересов». Он замолчал, а когда заговорил снова, в голосе его зазвучала шутливая снисходительность, с какой говорят о капризах избалованной женщины. Бедняга Паголо очень гневается на Ромиро «Де Лорко был самым близким к герцогу из его кондотьеров. Именно он отвел разгромленные войска из-под Фосомброня и спас их для грядущих сражений. Валентино фыркнул». Как-то распаш, неся ему вино, расплескал немного, и Ромиро, придя в ярость, бросил его в костер и сжег заживо. По каким-то причинам Паголо проявлял интерес к этому юноше, я обещал разобраться в обвинениях и, если они подтвердятся, дать Паголо удовлетворение. Но вскоре поступило сообщение, из которого следовало, что заговорщики далеки от согласия между собой, хотя более благоразумные и были готовы пойти на мир, более легкомысленные по-прежнему были решительно настроены вести войну. Вителотсо захватил принадлежащую герцогу крепость Фоссомброне, а два дня спустя Оливеротто да Фермо штурмом взял Камерино. Это были последние из еще остававшихся у герцога владений, которые он завоевал во время предыдущей кампании. Казалось, эти негодяи умышленно хотят сорвать переговоры, и Паголо Орсини пришел в ярость, но герцог сохранял спокойствие. Бентиволио и Орсини были самыми сильными из его врагов, и он знал, что если придет к соглашению с ними, остальным придется присоединиться к ним. Паголо отправился в Болонью. По его возвращении Агапита до Амалия сказал Макьявелли, что соглашение достигнуто, и дело теперь только за одобрением кардинала брата Паголо. Макьявелли переполняли дурные предчувствия. Если дела действительно обстояли таким образом, если Валентино был готов простить ущерб, причиненный ему заговорщиками, если они были готовы забыть о страхе, который заставил их взяться за оружие, этому могло быть только одно объяснение. Они договорились, объединив силы напасть на третью сторону, а третьей стороной могла быть только Флоренция или Венеция. Венеция была сильной, а Флоренция слабой. Единственным ее гарантом была мощь Франции, но покровительство Франции она купила золотом и теперь казна республики была пуста. Как поступит Франция, оказавшись перед свершившимся фактом, если Цезарь Борджа, примирившись со своими кондотьерами, войдет в принадлежащие Флоренции земли и займет беззащитные города? Глава шестнадцатая Но Макьявелли был не только добросовестным и преданным слугой республики, он оставался еще и человеком с недаемым плотскими желаниями и внимательно изучая присылаемые ему сеньории письма и ежедневно составляя подробные точные отчеты, встречая в доме Серафины иногда открыто, иногда тайно посыльных шпионов, агентов, посещая различные места, дворец, рыночную площадь, дома, где жили его советчики и консультанты, принимая к сведению и оценивая каждое незначительное сообщение, каждый слух, каждую сплетню, чтобы сделать хотя бы вероятные выводы, он находил время для притворения в жизнь плана соблазнения Аврелии. Но его план предусматривал расходы, а денег у него не было. Флорентийское правительство отличалось скуповатостью, жалованье ему платили ничтожное, и он уже потратил большую часть тех денег, которыми его снабдили во Флоренции. Он был расточителен и любил пожить широко. Он часто платил вперед посыльным, которые доставляли его донесения, и кроме этого ему приходилось ублажать различных людей из окружения герцога, которые за вознаграждение соглашались снабжать его важной информацией. К счастью, в городе были флорентийские купцы, которые могли бы дать ему ссуду, и еще он написал Бьяджо, прося его выслать деньги, какие правдами или неправдами удастся раздобыть. Потом произошел странный случай. Джакомо Фаринелли, счетовод, который раньше приходил к нему только по ночам, закутавшись в плащ, чтобы никто не мог его узнать. Появился у его дверей при свете дня и попросил Макьявелли принять его. Манера Фаринелли, до этого пугливые и вкрадчивые, теперь стали открытыми и дружескими. Он сразу же перешел к цели своего визита. Я уполномочен лицом, которое является вашим другом и которое высоко ценит ваши способности просить вас принять этот скромный знак дружеского расположения. Из складок своего платья он извлек мешочек и положил его на стол. Макьявелли услышал звон монет. Что это, спросил он, губы его сжались, глаза холодно заблестели. Пятьдесят дукатов, улыбнулся Фаринелли. Сумма была значительной. В этот момент ничто не могло быть нужнее Макьявелли. Зачем герцогу понадобилось давать мне пятьдесят дукатов? У меня нет причин полагать, что герцог имеет к этому какое-нибудь отношение. Мне приказали доставить вам деньги от имени доброжелателя, который пожелал остаться неизвестным, и вы можете быть уверены, что никто, кроме вашего доброжелателя и меня, никогда не узнает об этом даре. Мне кажется, что вы и мой доброжелатель принимаете меня за дурака и беспринципного человека. Возьмите ваши деньги, возвратите их тому, кто их дал, и скажите ему, что посол республики не берет взяток. Но это не взятка, это добровольный дар друга, который высоко ценит ваш талант и литературные труды. «Я не знаю, как этот щедрый друг может составить представление о моих литературных трудах», язвительно сказал Маккевелли. «У него была возможность прочесть письма, которые вы писали сеньории во время вашей миссии во Франции, и его восхитила точность ваших наблюдений, ваш здравый смысл и такт, и более всего изысканность вашего стиля». «Лицо, о котором вы говорите, не могло получить доступ в архивы канцелярии, вы так думаете? Но разве не могло случиться так, что кто-то в канцелярии счел ваши письма любопытными и снял с них копии, и что по какой-то случайности лицо, о котором я говорю, получило их в свои руки? Никто лучше вас не знает, как скупо канцелярия платит своим чиновникам». Маккевелли нахмурился. Он молчал, задавая себе вопрос, кто из клерков мог продать письма герцогу. Им действительно платили мало, и часть из них, несомненно, была тайна привержена Медичи. Но, может быть, то, что говорил ему Фаринелли, было обманом? «Такую историю очень легко можно выдумать», Фаринелли продолжал. «Герцог в последнюю очередь хотел бы, чтобы вы совершили что-нибудь против вашей совести или в ущерб Флоренции. Он хочет только того, что может служить вашей общей выгоде республики и его. Синьория полагается на ваше суждение, и единственное, о чем он попросил бы вас, это изложить ситуацию так, чтобы она взывала к здравому смыслу разумного человека. «Не продолжайте», сказал Макьявелли, на его тонких губах появилась саркастическая улыбка. «Мне не нужны деньги герцога. Я буду продолжать давать синьоре и советы к наилучшей выгоде республики». Фаринелли встал и вернул кошелек с золотом туда, откуда он его извлек. Агент герцога Феррары не был слишком горд и принял подарок от его светлости, когда его господин никак не мог решить, посылать или нет подкрепления для его светлости. Если мсье де Шамон ускорил отправку французских солдат из Милана, то это случилось потому, что приказ короля был подкреплен неплохим подношением от герцога. Я прекрасно знаю об этом. Оставшись снова один, Макьявелли громко рассмеялся. Конечно, мысль о принятии этих денег ни на секунду не приходило ему в голову, но он не мог не смеяться, когда думал о том, как чертовски кстати были бы ему сейчас эти деньги. Но, рассмеявшись, он внезапно натолкнулся на одну идею, и потому рассмеялся еще раз. Он вдруг понял, что сможет занять нужные ему деньги у Бартоломео, который будет только рад услужить ему. А какой великолепной шуткой станет соблазнение его жены с помощью его же денег. Ничто не могло быть восхитительнее. А какая прекрасная получится история для рассказов во Флоренции. Он уже видел, как трясутся от смеха его друзья, собравшиеся вокруг него вечером в таверне, слушая этот рассказ, составленный со всем искусством, на какое он способен. Ах, Николо, Николо, какой поразительный талант! Никто не умеет рассказывать лучше! Какой юмор, какой блеск! Слушать вас все равно, что смотреть пьесу! Два дня он не видел Бартоломео и, наконец, случайно наткнулся на него перед обедом во дворце, куда он отправился в поисках новостей. Они обменялись несколькими дружескими словами, а потом он сказал, «А почему бы вам не прийти ко мне сегодня вечером? Мы бы немного помузицировали». Бартоломео, польщенный, сказал, что это доставит ему ни с чем несравнимое удовольствие. Маккевелли продолжал, «Комната, правда, маловато, а сводчатые потолки отражают звук, но мы поставим жаровню, чтобы не было холодно, а запасшись вином, будем чувствовать себя просто превосходно». Не успел он закончить обед, как появился слуга Бартоломео с письмом. Бартоломео писал, что хозяйки дома не видят причин, почему они должны лишаться такого удовольствия. Большая комната в его доме несравненно больше подходит для занятий музыкой, чем маленькая холодная гостиная Серафины. В ней есть камин, и они смогут греться у веселого огонька, а если Маккевелли и Пьеро, его племянник, окажут ему честь и придут на ужин, то он будет безмерно счастлив». Маккевелли не нужно было уговаривать. «Оказывается, нет ничего проще», сказал он себе. Маккевелли отправился к парикмахеру, побрился и подровнял волосы, надел свое лучшее платье, длинную без рукавов черную накидку из узорчатой ткани и плотно облегающую тело блузу с широкими банхатными рукавами. Пьеро тоже оделся подобающе, но его светло-синяя накидка доходила только до середины бедер, а на талии красовался пурпурный пояс. Его красивые ноги были облачены в темно-синие облегающие чулки, и его блуза с рукавами не такими просторными, как у Маккевелли, тоже была темно-синей. На кудрях небрежно сидела пурпурная шапочка. Маккевелли одобрительно посмотрел на него. «Вы должны произвести сильное впечатление на маленькую служанку Пьеро», улыбнулся он. «Как вы говорите, ее зовут Нина?» «Почему вы хотите, чтобы я лег с ней в постель?» спросил Пьеро, улыбнувшись. «Мне бы хотелось думать, что вы не совсем без пользы для себя потратили проведенное здесь время, а кроме того, это может оказаться полезным и для меня». «Каким образом?» «Потому что я хочу лечь в постель с ее хозяйкой». «Вы?» В голосе Пьеро послышалось такое удивление, что Маккевелли сердито вспыхнуло. «А почему бы и нет, скажите мне?» Пьеро, увидев, что его патрон выведен из себя, заколебался. «Вы женаты и вам почти столько же лет, сколько моему дяде?» «Вы говорите, как глупец!» «Разумная женщина всегда предпочтет цветущего мужчину неопытному мальчишке». «Мне никогда не приходило в голову, что она вас интересует. Вы ее любите?» «Люблю?» «Я люблю свою мать, я высоко ценю свою жену, и я буду любить своих детей, но в постель я хочу лечь с Аврелией. Вам еще многому нужно научиться, мой бедный мальчик. Берите лютню и идем?» Несмотря на горячность, Макьявелли был отходчив. Он потрепал Пьеру по гладкой щеке. «Очень трудно хранить секреты от служанки», улыбнулся он. «Вы окажете мне услугу, если закроете ее рот поцелуями». Им нужно было только пересечь узкий проход. Они постучали, и слуга сразу же открыл дверь. На Монне Катарине было красивое черное одеяние, а на Аврелии богатое платье из венецианской парчи, яркий цвет, который подчеркивал белизну ее груди и светлый оттенок волос. С еле слышным вздохом облегчения Макьявелли решил, что она даже еще красивее, чем он себе представлял. Она была очень, очень соблазнительна, отчего еще большей нелепостью представлялся тот факт, что ее муж, этот самодовольный толстяк, которому уже никогда больше не будет сорок. Обменявшись принятыми приветствиями, они сели за стол в ожидании ужина. Когда Макьявелли и Пьеро вошли в комнату, дамы работали. «Вы видите, они уже взялись за полотно, которое вы привезли из Флоренции», сказал Бартоломео. «Вам оно нравится, Мона Аврелия?» спросила Макьявелли. «В имоле невозможно достать материал такой выделки», сказала она. С этими словами она подняла взгляд на Макьявелли, и когда ее черные глаза на мгновение остановились на нем, он почувствовал, как учащенно забилось его сердце. «Эта женщина будет моей, чего бы мне это не стоило», сказал он себе. Но это выражение, конечно, следовало понимать фигурально. Он всего лишь хотел сказать, что никогда еще ни одна бабенка не возбуждала в нем такого желания. «Мы с Ниной делаем грубую работу», сказала Мона Катарина. «Мы снимаем мерку, краим и шьем, а моя дочь вышивает. Когда дело доходит до вышивания, меня пальцы перестают слушаться, и у бедняжки Нины получается не лучше моего». «Мона Аврелия никогда не сделает двух одинаковых рисунков», гордо сказал Бартоломео. «Покажи, мессеру Николо, рисунок, какой ты делаешь для рубашки». «Ах, мне неловко», с восхитительным смущением сказала она. «Чепуха, я сам покажу». Он принес лист бумаги. «Вы видите, как искусно она вплела мои инициалы». «Это шедевр изящества и мастерства», сказавшимся неподдельным восхищением, сказала Макьявелли, которого на самом деле такие вещи абсолютно не трогали. «Жаль, что у моей Мариэтты нет такого восхитительного таланта и усердия». «Моя жена не только усердна, она еще и добродетельна», гордо заявил Бартоломео. Макьявелли не мог не подумать, что его одинаково мало интересует и ее усердие, и ее добродетель. Позднее ему пришло в голову, что мужья часто заблуждаются относительно добродетели своих жен. Подали ужин. Макьявелли прилагал все усилия, чтобы блеснуть остроумием. Он знал, что умеет хорошо рассказывать, а из Франции он увез огромное число пикантных историй о мужчинах и женщинах французского двора. Аврелия напускала на себя смущенный вид, когда его непристойности становились слишком вольными. Но Бартоломео заливался смехом, а Монна Катарина, которой эти рассказы очень нравились, подстрекала его. Он не мог не думать, что показывает себя с самой лучшей стороны. Они целиком отдали должное обильному ужину, и спустя некоторое время, каковым Макьявелли воспользовался, искусно наведя Бартоломео на разговор о его положении, его делах и имуществе, Макьявелли предложил попробовать голоса. Он настроил свою лютню и в виде вступления сыграл незамысловатую веселую мелодию. Потом они спели известную им всем песню, хоровое пение в те дни было общепринятым развлечением, и они к их общему удовольствию неплохо провели время, исполняя свои партии басом Бартоломео, низким баритоном Макьявелли и приятным тенором Пьеро. Потом Макьявелли спел песню Лоренцо Медичи, а двое других хором вторили ему. За пением он не забывал поглядывать на Аврелию, надеясь, что она догадается, что поет он только для нее, и когда их взгляды встречались, она сразу же отводила в сторону свои глаза, и он с радостью думал, что она, по меньшей мере, догадывается о его чувствах. Это был первый шаг. Так прошел вечер, две дамы вели скучный образ жизни, и развлечение, подобное сегодняшнему, им выпадало нечасто. В прекрасных глазах Аврелии явно сверкало удовольствие. Чем дольше Макьявелли смотрел в них, тем больше росла в нем уверенность, что он видит перед собой женщину, еще не разбуженную, но способную на страсть. Он был готов разбудить ее, но прежде чем они расстанутся, он должен сказать то, что откладывал до подходящего момента. Он не считал себя тщеславным человеком, но все же не мог не смотреть на свой план без восхищения, и когда появилась возможность, он сказал, вы были так добры, что обещали оказать мне услугу, мессер Бартоломео, и теперь я хочу поймать вас на слове. Для посланца республики я готов на многое, ответил Бартоломео, который выпил немало вина, и если не опьянел, то был навеселе, но для моего доброго друга Николо я сделаю все, что угодно. Дело вот в чем. Синьория ищет проповедника для прочтения проповеди в соборе в день Великого Поста на следующий год, и они попросили меня узнать, нет ли в имоле кого-нибудь, кому можно доверить такое важное дело. «Фра Тимотео», воскликнула Монне Катарина, «Помолчите, теща», сказал Бартоломео, «Такие важные дела улаживают мужчины после основательных размышлений. Это может принести славу или бесчестие нашему городу, и мы должны быть уверены, что рекомендуемый достоин такой чести». Но заткнуть рот Монне Катарине было не так-то легко. Он читал проповеди в нашей церкви на Великий Пост, и весь город ломился туда, чтобы услышать его, когда он описывал адские муки проклятых. Взрослые мужчины рыдали, женщины падали в обморок, а одна бедняжка, у которой приближался срок, почувствовала схватки, и в муках была вынесена из церкви. «Этого я не отрицаю. Я трезвый деловой человек, но я сам рыдал, как ребенок. Фра Тимотео действительно обладает красноречием и хорошим запасом слов». «А кто такой Фра Тимотео?» спросил Макьявелли. «То, что вы мне рассказываете, очень интересно. Флорентийцы очень любят, когда их призывают к раскаянью в подходящий сезон. Это дает им возможность в течение остального года с чистой совестью обманывать соседей». «Фра Тимотео, наш духовник», сказал Бартоломео, то, о чем Макьявелли было прекрасно известно. «И что касается меня, то я и шагу не ступлю без его совета. Он не только весьма достойный, но еще и мудрый человек. Вот послушайте, всего лишь несколько месяцев назад я чуть было не купил в Леванте груз пряности, а он сказал мне, что ему было видение святого Павла, который сообщил ему, что судно потерпит крушение у берегов Кипра, и я отказался от покупки». «И судно потерпело крушение?» спросил Макьявелли. «Нет, но в Лиссабон прибыли три каравелла с грузом пряностей, и в результате это судно оказалось бы лишним на рынке, и я потерял бы свои деньги на этой сделке, так что то на то и вышло». «Чем больше вы рассказываете мне об этом монахе, тем сильнее мне хочется его увидеть. Скорее всего, вы найдете его в церкви утром, а если нет, попросите церковного сторожа отыскать его». «Могу я сказать, что пришел к нему по вашей рекомендации?» вежливо спросил Макьявелли. «Посол республики не нуждается в рекомендациях бедного купца, живущего в городе, который векоменции». «А что вы думаете о фра Тимотео?» продолжал Макьявелли, обращаясь к Аврелии. «Мне важно знать мнение не только мужчины, занимающего положение и наделенного проницательностью мессера Бартоломео и женщины, имеющей рассудительность и опыт монны Катарины, но еще и тех, кто обладает пылкостью, непосредственностью и чувствительностью молодости, кому мир и его опасности еще неизвестны, потому что проповедник, которого я порекомендую сеньории, должен не только призывать к раскаянью грешников, но и укреплять добродетельных в их решимости». Это была неплохая речь. «Фра Тимотео, по моему мнению, не способен на дурное. Я во всем готова руководствоваться его советами, и я, добавил Бартоломео, не возражаю против того, чтобы ты руководствовалась его советами. Он никогда не посоветует ничего против твоей выгоды». Все прошло прекрасно и точно так, как хотел Макьявелли. Он отправился спать, довольный собой. Глава семнадцатая. На следующий день, и это был базарный день, Макьявелли, рано утром взяв с собой Пьеро, отправился на рыночную площадь и купил две пары жирных куропаток. В другой лавке он купил корзину сочных фиг, которые привозились из Римени и ценились так высоко, что их покупала вся Италия. Эти припасы он попросил Пьеро отнести мессеру Бартоломео и вручить с наилучшими пожеланиями. Так как и Мола была переполнена приезжими, еда стала труднодоступной и дорогой, и он знал, что его дар придется кстати. Потом он направился к францисканской церкви, принадлежащей монастырю, в котором жил фра Тимотео. Она располагалась неподалеку от дома Бартоломео и представляла собой довольно большое сооружение, не обладавшее никакими архитектурными достоинствами. Церковь была пуста, если не считать двух-трех молящихся женщин, мирянина, явно церковного сторожа, подметавшего пол, и монаха, который слонялся у алтаря. Макьявелли, скользнув по нему взглядом, сразу же понял, что тот только притворяется занятым, и догадался, что это, вероятно, и есть фра Тимотео, которого Монна Катарина предупредила о его приходе. «Извините, святой отец», сказал Макьявелли вежливо, склонив голову, «мне сказали, что вы имеете счастье хранить в этой церкви чудотворную Мадонну, и я горю желанием зажечь свечу перед ее алтарем, чтобы она помогла моей дорогой жене благополучно разрешиться от бремени». «Вот она, мессера», сказал монах, «я как раз собирался сменить на ней покрывало, никак не могу заставить братьев содержать ее в чистоте и порядке, они еще удивляются, почему, мол, благочестивые миряне плохо несут ей дары, я помню времена, когда в этом пределе лежали десятки благодарственных подношений за полученные милости, а теперь не наберется и двадцати, это наша вина, у них нет никакого соображения у моих братьев». Макьевелли выбрал свечку повнушительней, расточительно заплатив за нее флорин и, установив ее на железный подсвечник, посмотрел на монаха, потом сказал, «Я хочу попросить вас об одолжении, святой отец, у меня есть причины хотеть лично побеседовать с фрати Матео, и я буду вам весьма благодарен, если вы скажете, как мне его найти». «Я и есть, фрати Матео», сказал монах. «Невероятно! Кажется, само провидение приложило к этому руку. Это чудо, что я, придя сюда в первом встречном, нашел того самого человека, которого искал». «Неисповедимы пути господни», сказал фрати Матео. Монах был человеком среднего роста, внушительной, но неуродливой дородности, которая подсказала проницательному уму Макьявелли, что тот соблюдает пост не больше, чем этого требуют правила его ордена, но и обжорству тоже не предается. У него была изящная голова, она напоминала голову римского императора, тонкие черты которого, еще не испорченные роскошью и неограниченной властью, уже несут на себе печать жестокой чувственности, чреватой его грядущей насильственной смертью. Этот тип был знаком Макьявелли. В полных красных губах, в дерзком крючковатом носе, в выразительных черных глазах, читал он амбиции, коварства и алчность, но эти качества скрывались под маской внешнего благочестия. Макьявелли прекрасно понимал, как монаху удалось добиться такого влияния на Бартоломео и его женщин. Инстинктивно он чувствовал, что с этим человеком можно договориться. Он ненавидел монахов, они были для него дураками или мошенниками, а этот, вероятно, был скорее мошенник, но вести с ним себя нужно осторожным. Должен сказать вам, святой отец, что я слышал много лестного о вас в доме моего друга Мессера Бартоломео Мартелли. У него самое высокое мнение и о ваших добродетелях, и о ваших способностях. Мессер Бартоломео, верный сын церкви, наш монастырь очень беден, и мы многим обязаны его щедрости, но позвольте мне узнать, мессера, с кем я имею честь беседовать. Макьявелли знал, что монаху это прекрасно известно, но он с достоинством ответил, простите, что не представился Никола Макьявелли, гражданин Флоренции и секретарь второй канцелярии. Монах низко поклонился, беседовать с послом этого прославленного государства огромная честь. Вы смущаете меня, святой отец, я всего лишь человек со всеми человеческими слабостями, где бы мы могли поговорить какое-то время, чтобы нам не мешали. Почему не здесь, мессера? Сторож глух, как пень, и глуп, как мул, а эти три или четыре женщины, которых вы видите, слишком заняты молитвами и не слышат наших слов, а если бы и слышали, то они слишком невежественны и не поймут их. Они сели в пределе на скамеечке для молящихся, и Макьявелли рассказал фрате Матео о поручении сеньории найти проповедника для чтения проповедей в соборе на Великий пост. Римское лицо монаха осталось безразличным, но Макьявелли почувствовал в нем настороженность, подтверждавшую его уверенность в том, что монаха известили о вчерашнем разговоре. Макьявелли поставил его в известность о требованиях сеньории. «Естественно, этот вопрос беспокоит их», сказал он, «они не хотят повторить ошибку, которую совершили с фра Джеролама с Аванароллой. Конечно, людей нужно побуждать краскаюнью, но процветание Флоренции зависит от торговли, и сеньоре не может позволить раскаянью нарушить мир или помешать коммерции, избыток добродетели может принести государству вреда не меньше, чем избыток порока». Таково, насколько я понимаю, было мнение Аристотеля. «Я вижу, что в отличие от большинства монахов, вы человек-ученый, это к лучшему. У народа Флоренции живой и критический ум, и они не вынесут невежественного проповедника, как бы он ни был красноречив». «Это верно. Многие из наших братьев потрясающе невежественны», самодовольно ответил фра Тимотео. «Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, нет ли в имоле кого-нибудь, кто, по моему мнению, был бы достоин чести, о которой вы говорите?» «Этот вопрос требует размышлений, мне придется подумать, я должен навести кое-какие справки». «Вы окажете мне большую услугу от мессера Бартоломео, его женщин, я знаю, вы, человек удивительной прозорливости и высочайших моральных качеств, я уверен, вы выскажете мне объективное мнение». «Женщины мессера Бартоломео святые, только по этой причине они такого высокого мнения обо мне. Я живу в доме Монны Серафины, сразу же за домом мессера Бартоломео. Если бы вы согласились принять завтра вечером участие в нашей скромной трапезе, мы смогли бы глубже обсудить этот вопрос, а моя добрая Серафина будет безгранично рада видеть вас за своим столом». Фра Тимотео принял приглашение. Макьявелли отправился домой, но по пути зашел к Бартоломео и попросил его о суде. Он поведал купцу, что ему пришлось потратить много денег в имоле в связи с его миссией, а средства, которые он ждет от сеньори, еще не прибыли. Он сочинил длинную историю о скупости флорентийского правительства и пожаловался на то, что ему приходится платить из своего кармана, чтобы поддерживать приличия, подобающие его положению, и надлежащим образом оплачивать получаемую им информацию. Но Бартоломео оборвал его. «Дорогой Николо», весело сказал Бартоломео, «мне вы можете не говорить, я прекрасно знаю, что при этом дворе ничего не получишь, пока не раскошелишься. Ради вас и также ради сеньори я буду счастлив судить вам, сколько потребуется, сколько вам нужно». Макьявелли был удивлен и доволен. «Двадцать пять дукатов и всего-то подождите, я сейчас же принесу вам деньги». Он вышел из комнаты и через минуту другую вернулся с деньгами. Макьявелли пожалел, что не попросил больше. «А если вам понадобится еще, не колеблясь, обращайтесь ко мне», сказал Бартоломео, сияя, «вы должны смотреть на меня, как на своего банкира». «У глупца всегда легко выманить деньги», сказал себе Макьявелли, вернувшись в дом Серафины. Глава восемнадцатая. Фра Тимотео пришел к ужину. Макьявелли попросил Серафину купить самое лучшее, что можно достать в городе, и уговаривать монаха не пришлось, ел он усердно. Макьявелли следил, чтобы кубок его был полон, а когда ужин уже закончился, он провел его в гостиную, где они могли говорить без помех, он приказал слуге принести графин с вином. «Теперь перейдем к делу», сказал он. Фра Тимотео сообщил ему, что всесторонне обдумал предмет их вчерашнего разговора и назвал трех монахов, у которых в городе была репутация неплохих проповедников. Он беспристрастно описал их достоинства, но сделал это так искусно, что Макиявелли не мог не восхититься в введенной в каждой из его панигириков нотке хулы, которая начисто перечеркивала его рекомендацию. Макиявелли машинально улыбнулся. Вы говорили об этих замечательных монахах с искренностью и объективностью, каких от вас и следовало ждать, Святой Отец, но вы опустили имя еще одного таланта и благочестия которого по всем сведениям превосходят их. И кто же это может быть мессере? Фрате Мотео. Монах вздрогнул от хорошо сыгранного удивления. Хороший актер, сказал себе Макиявелли, проповедник должен обладать актерским даром, и если бы сеньория на самом деле поручила мне найти проповедника, я, может быть, и порекомендовал бы этого проходимца. Вы шутите, мессере. Почему вы считаете, что я могу шутить о предмете такой важности, святой отец? Я со своей стороны тоже не бездействовал. Я узнал, что за всю историю имолы ни один проповедник не производил на граждан такого глубокого впечатления, какое произвели вы в день великого поста. Мне сообщили, что вы обладаете замечательным даром красноречия, и я сам слышу, что у вас мелодичный, красивый голос, ваша наружность привлекательна, и даже за короткое время нашей беседы я успел обнаружить, что вы умны, тактичны, образованы. Я уверен, что ваша осведомленность об отцах церкви не менее глубока, чем ваши классические знания. Вы смущаете меня, мессере. Сеньоре нужен монах с достойной репутацией, а я всего лишь бедняк из нищего монастыря в провинциальном городке. В качестве рекомендации я не могу вам предложить ни знатного происхождения, ни влиятельных друзей. От всего сердца я благодарю вас за высокое мнение обо мне, но я не достоин такой чести. Об этом скорее могут судить те, кто знает вас лучше, чем вы сами. Макьевель был в восторге от самого себя. Он оценил умение монаха притворяться и, проникнув своим проницательным взглядом в самые глубины его души, увидел там безмерность его претензий. С такой соблазнительной наживкой он без сомнения сможет из него веревки вить. Как человек чести я считаю себя обязанным сообщить вам, что не имею большого веса во Флоренции, я могу только советовать, а последнее слово принадлежит господам из Синьории. Не могу поверить, что они могут отмахнуться от совета своего посла к его светлости герцогу Романьи и Валентинуа, с располагающей улыбкой сказал фра Тимотео. Наш новый пожизненный гонфолоньер Пьер Содерине действительно мой друг, и думаю, я без преувеличения могу сказать, что его брат, епископ Вольтерры, доверяют моей честности и здравому смыслу. Это замечание вполне естественно навело его на мысль рассказать монаху о его прежней миссии к цезарю Борджа, когда он сопровождал кардинала, бывшего тогда епископом, направлявшегося в Урбино, чтобы заявить протест в связи с нападением Виттелотсо на Ореццо, а это вполне естественно привело его к описанию его собственных действий во время войны с Пизой и его поездки во Францию. Он искусно строил свой рассказ, сводя к минимуму свою роль и в то же время наводя монаха на мысль, что именно он и стоял за кулисами всех событий. Он говорил легко, увлекательно, в фамильярной манере о королях и кардиналах, принцах и генералах, и таким образом тонко внушил монаху, что к его слову прислушиваются великие как Италии, так и Франции. Государственные тайны для него не были тайнами, только глупец мог сомневаться в том, что он знает много больше, чем говорит. Фра Тимотео был ошеломлен. «Ах, мессера, вы не знаете, что значит для меня беседовать с человеком вашего ума и опыта? Это как видение земли обетованной. Мы живем в этом скучном маленьком городке и ничего не знаем о мире. В Эмоле нет ни одного выдающегося и образованного человека. Наши мозги, если только они у нас есть, заржавели, потому что мы не находим случая применить их. Нужно обладать терпением Иова, чтобы выносить глупость людей, среди которых ты обречен провести всю жизнь. Святой отец, я много слышал о вас и успел узнать вас лично, и должен вам сказать, у меня вызывает недоумение и горчайшее сожаление, что человек ваших способностей вынужден впустую тратить жизнь в этом городке. Не мне напоминать человеку вашего призвания притчу о талантах. Я часто думал об этом, я закопал свой талант в землю, и когда Господь спросит меня, как я употребил его, мне нечего будет ему ответить. Святой отец, самое большее, что один человек может сделать для другого, это предоставить ему шанс, а уж там он сам должен решать, как воспользоваться им. Кто же даст этот шанс неизвестному монаху? Я ваш друг, святой отец, и то малое влияние, которое я имею к вашим услугам, вы перестанете быть никому неизвестным, когда я назову ваше имя епископу Вольтерры, человеку вашего призвания не к лицу выставлять себя, но я не вижу причин, почему бы мне самому не поговорить об этом деле с нашим добрым другом Бартоломео, и я почти не сомневаюсь в том, что мне удастся убедить его, что ему самому пришла в голову мысль написать некоторым своим влиятельным друзьям во Флоренции. Фра Тимотео улыбнулся. Наш дорогой Бартоломео, он сама доброта, но нельзя отрицать, что он не блещет умом, он не сочетает в себе коварства змия и невинности голубя. Так Макьявелли подвел их разговор к теме, которая и волновала его. Он снова наполнил пустые кубки, жаровня излучала благодатное тепло. Бартоломео весьма достойный человек. Меня часто удивляет, что деловые люди, которым необходимо умение с успехом проводить коммерческие операции, в то же время остаются такими несведущими в мирских делах. Но из-за этого я ничуть не меньше ценю его и сделал бы многое, чтобы он стал еще счастливее. Вы имеете сильное влияние на него, святой отец. Он настолько добр, что прислушивается к моим советам. Здесь он несомненно проявляет природный здравый смысл. Как печально, что такой замечательный и достойный человек не получил того дара, о котором больше всего мечтает его сердце. Фра Тимотео вопросительно посмотрел на него. Вы должно быть не хуже меня знаете, что он отдал бы половину своего состояния, чтобы иметь сына. Он одержим этой мыслью, ни о чем другом он и говорить не хочет. Мы молили за него нашу чудотворящую Мадонну, но безрезультатно, и он сердится на нас из-за того, что наши молитвы не принесли желаемого результата. Но ведь его ни в чем невозможно убедить, этот бедняга просто не способен к деторождению. Святой отец, у меня неподалеку от Флоренции есть маленькое имение, которое называется Сан Кашьяно, и чтобы получить прибавку к скромному жалованию, которое мне платит сеньория, я зарабатываю сколько могу продажей леса и возделыванием полей. У меня есть коровы, и иногда случается, что попадается бык с виду сильный. И здоровый, но по какой-то причине страдающий той же несчастной немочью, что и наш добрый друг Бартоломео, и тогда приходится закалывать быка на продажу мяснику, а на вырученные деньги покупать нового. Фра Тимотео улыбнулся, для людей такой способ не подходит. Да в нем и нет необходимости, но теория остается верной. Монаху потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, куда клонит Макьявелли, а поняв, он снова улыбнулся. Мона Аврелия добродетельная жена, и ее надежно стерегут, хотя и по разным причинам ее матушка и муж. Бартоломео не настолько глуп, чтобы не понимать, что молодая и красивая жена должна быть искушением для распутных молодых людей города, а Мона Катарина достаточно долго жила в бедности и потому прилагает все усилия, чтобы из-за неблагоразумного поведения дочери не потерять уютный дом. И все же вполне может случиться так, что неблагоразумие обернется рассудительностью самой высокой пробы. Положение Моны Катарины станет надежнее, если у нее появится маленький внучок, которого она сможет боюкать на коленях. Я этого не отрицаю. Теперь, когда герцог даровал ему это имение вместе с титулом, Бартоломео еще больше хочет иметь наследника, дамы его семейства, обнаружили, что он подумывает об усыновлении двух своих племянников. У него есть вдовствующая сестра Форли, и она совсем не возражает против такого обеспечения своих мальчиков, но она не хочет расстаться с ними и ставит условия, она вместе с ними должна переехать в его дом. Вполне естественно, что мать не хочет расставаться со своими детьми. Совершенно естественно, но эта перспектива огорчает и Монну Катарину, и Монну Аврелию. Они понимают, что их положение в доме станет затруднительным. У Монны Аврелии не было никакого приданного. Бартоломео слабый и глуп и глуп человек. Монна Констанца, мать его племянников, подорвет влияние жены, которую он из-за своего тщеславия считает бесплодной, и в скором времени его сестра станет хозяйкой в доме. Монна Катарина умоляла меня убедить его отказаться от этой затеи, которая чревата такими последствиями для нее и ее дочери. Он советовался с вами? Естественно. И какой совет вы ему дали? Я тянул время духовник его сестры Форли, доминиканец, и если она приедет сюда, то, скорее всего, захочет взять духовника из того же ордена. Доминиканцы далеко не наши друзья. Мы многим обязаны щедрости Бартоломео, и для нас будет большим несчастьем, если Монна Констанца воспользуется его разочарованием в наших усилиях, чтобы заставить его приносить дары в другие стены. Никто лучше меня не может понять, как затруднительно ваше положение, дорогой святой отец. Единственное возможное решение это то, которое я предлагаю. А вам не кажется, что это попахивает грехом, мессере, сказал монах со снисходительной улыбкой. Маленький грех, святой отец, который может обернуться большим благом. Вы можете осчастливить достойного человека, дать безопасность двум дамам, благочестие которых заслуживает вашего участия, и последнее, но не менее важное, вы сохраните для вашего братства щедрость благодарного человека. С моей стороны бестактно напоминать вам Святое Писание, но все же я возьму на себя эту смелость. Если бы та самаритянка не согрешила, то основатель нашей религии никогда не смог бы произнести заповеди о терпимости и всепрощении, которые имеют такое неоценимое значение для несчастных грешников, подобных нам. Прекрасно сказано, мессере. Я мужчина, святой отец. Я не хочу скрывать от вас, что красота Моне Аврелии пробудила во мне такую сильную страсть, что я либо удовлетворю ее, либо умру. Я и не думал, что ваше желание облагодетельствовать Бартоломео и принести покой двум дамам было порождено только добротой вашего сердца, сухо сказал фра Тимотео. Ваш монастырь беден, а подаяние просят так часто, чтобы быть уверенным в вашем расположении, я дам вам двадцать пять дукатов. Макьявеля увидел, как жадно блеснули темные глаза монаха. «Когда?» «Сейчас». Он вытащил из внутреннего кармана кошелек и небрежно бросил его на стол. Монеты, ударившись о деревянную столешницу, издали приятный для уха звон. «Вы приобрели мое расположение блеском вашего разговора и любезностью обхождения, мессера», сказал монах, «но я не понимаю, чем я могу помочь вам?» «Я не попрошу вас ни о чем, что может отяготить вашу совесть. Я только хочу получить возможность для беседы с монной Катариной наедине». «Я не вижу в этом никакого вреда, но что это вам даст?» «Бартоломео глуп, но он слишком хороший делец и не пойдет на неоправданный риск». «Когда дела требуют его отъезда, он оставляет слугу для защиты Моны Аврелии от посягательств бессовестных и похотливых мужчин». «Я прекрасно знаю об этом, однако наш добрый Бартоломео питает к вам доверие столь же полное, сколь и заслуженное. Он возил Мону Аврелию на воды и брал ее в паломничество в святые места, наделенные благословенным даром избавлять женщин от бесплодия. Я хочу сообщить вам, что если наш добрый Бартоломео в сопровождении слуги отправится в Равенну и проведет ночь в молитве и размышлениях перед гробом, в котором покоятся бренные останки святого Виталия, вы могли бы гарантировать ему, что Моны Аврелия забеременеет». Святой Виталий вне всяких сомнений был великим святым, иначе в его честь не построили бы церкви, но почему вы полагаете, что его кости способны вылечивать от бесплодия? Его имя как ни одно другое наводит на эту мысль, а Бартоломео о чудотворной силе этого святого знает не больше меня или вас, утопающий хватается за соломинку, а Равенна всего лишь в двадцати милях от Имолы. Вы можете не сомневаться, наш друг не замедлит совершить столь короткое путешествие, чтобы добиться столь желанных результатов. Позвольте мне в свою очередь задать вам вопрос, мессера. У вас есть какие-нибудь основания полагать, что Монна Аврелия, добродетельная и скромная жена, ответит на ваше заигрывание. Вы поставили ее в известность о ваших намерениях. Я обменялся с ней всего лишь парой слов, но если только она не отличается от других женщин, то она обо всем прекрасно знает. У женщин две слабости, любопытство и тщеславие. Простительные грехи, сказал монах, и все же они чаще, чем страсть, уводят их с узкой стези добродетели. Есть многое в мире относительно чего я, благодаря моему призванию, остаюсь в счастливом неведении. Когда ваши выдающиеся способности поднимут вас до подобающего положения, вы узнаете, что влияние можно добиться, не поощряя человеческие добродетели или одобряя человеческие пороки, а скорее высмеивая человеческие слабости. Ваш план остроумен, я почти не сомневаюсь, что вам удастся убедить Монну Катарину помочь вам. Она ни перед чем не остановится, чтобы помешать Бартоломео усыновить племянников, но я слишком хорошо знаю Монну Аврелию и не могу поверить, что она позволит своей матери или вам убедить себя совершить смертный грех. Это вполне возможно. Есть много вещей, которые на расстоянии кажутся странными и ужасающими, но подходя к ним ближе, вы убеждаетесь, что они естественно просты и разумны. У меня нет причин полагать, что Монна Аврелия умнее большинства женщин. Было бы неплохо, если бы вы убедили ее в том, что наверняка, имея в перспективе благо и под сомнением зло, ошибочно не стремится к благу и страха перед злом. Благо наверняка состоит в том, что она забеременеет и таким образом даст жизнь бессмертной душе, а зло в том, что муж может дознаться о ее прогрешении, но если принять надлежащие меры, то такая возможность будет исключена. Что касается греха, что же, в этом нет ничего страшного, поскольку грешит желание, а не тело. Она совершила бы грех, вызвав неудовольствие мужа, но сделав то, о чем говорю я, она может только ублажить его. Во всем важен результат, а результат будет таков, что заполнится еще одно место в раю, и сбудется сокровенное желание ее мужа. Фра Тимотео, не отвечая, смотрел на Макьевелли. Флорентийцу казалось, что только усилим воли, монах сдерживает смех. Он отвел глаза, и взгляд его упал на мешочек с золотом, лежащий на столе. Я уверен, что сеньория получила хороший совет, когда приняла решение послать к герцогу именно вас, мессера, сказал он наконец. Я могу не одобрять ваших намерений, но не могу не восхищаться вашей изобретательностью. Я очень чувствителен клести, ответил Макьявелли. Вы должны дать мне время все обдумать. Всегда лучше доверяться порыву, святой отец, но прошу простить меня, мне нужно выйти во двор, чтобы отдать дань природе. Ваше местное вино, мне кажется, очень похоже на мочегонное средство. Когда Макьявелли вернулся, монах сидел на том же «Мона Катарина в пятницу приведет свою дочь на исповедь», сказал он, глядя на свои ухоженные руки. «У вас будет возможность побеседовать с ней, пока Мона Аврелия будет в исповедальне». Глава двадцатая У него не было привычки посещать церковные службы, и в пятницу он дождался конца вечерни и выхода прихожан, и только потом пошел в храм. Он пришел как раз вовремя и успел увидеть, как фра Тимотео заходит в исповедальню. Через минуту за ним последовала Аврелия. Мона Катарина одиноко сидела в одном из пределов. Макьявелли подошел к ней, она, казалось, не удивилась, увидев его, и он подумал, что монах, вероятно, успел поговорить с ней, и она ждала его. Во всяком случае, он не видел причины бродить вокруг да около. Он сообщил ей, что страстно влюблен в ее дочь, и попросил замолвить за него словечко. Мона Катарина казалась больше заинтересовалась, чем возмутилась. Она сообщила ему, что он не первый ищет благосклонности ее дочери, но пока еще ничьи попытки не увенчались успехом. Я очень строго воспитала ее, мессер Николо. И с той ночи, когда я положила ее невинную девственницу в постель мессера Бартоломео, она была ему верной и послушной женой. Если я правильно информирован, у нее и не было никогда возможности стать чем-нибудь другим. Она рассмеялась низким, чуть непристойным смехом, мессер Николо. Вы достаточно пожили на свете и знаете, что, когда жена захочет обмануть мужа, ничто не сможет остановить ее. Вся история подтверждает правоту ваших слов, Мона Катарина, и из сказанного вами я заключаю, что вы женщина, с которой можно говорить откровенно. Она чуть повернула голову и серьезно посмотрела на него. Мессер Николо, в моей жизни случались страшные бедствия, меня кидало в бурные моря, но теперь я в безопасной гавани и не хочу снова подвергать себя безумству стихий. Я это прекрасно понимаю, но в самом ли деле вы так уверены, что ваш якорь надежно лежит на дне, а цепь натянута? Мона Катарина не ответила, и Макьявеле почувствовал неловкость в ее молчании. Он продолжал, «Разве я не прав?» Полагаю, что если Мона Аврелия в ближайшее время не произведет на свет наследника, которого так страстно желает Бартоломео, он усыновит двух детей Моны Констанце. И опять Мона Катарина не ответила, «У вас огромный жизненный опыт, Мадонна, и мне нет надобности сообщать вам, каким в этом случае станет положение вашей дочери». Две слезинки скатились по щекам Моны Катарины, Макьявеле дружески дотронулся до ее руки. «Крайние ситуации требуют крайних мер». Она недоуменно пожала плечами. «Даже если я сумею преодолеть страхи Аврелии, у нас не будет удобного случая». «Я не нравлюсь вашей дочери». «Она смеется, когда вы шутите», улыбнулась Мона Катарина. «А шуткой можно завоевать благосклонность женщины так же верно, как и красивым лицом». «Вы женщина, по моему сердцу, Мадонна, если предоставится случай в безопасности осуществить то, чего мы оба желаем, смогу ли я рассчитывать на вашу помощь? Но нужно преодолеть не только страхи моей дочери, но и ее благочестие. То, что не удастся рассеять вам с помощью здравого смысла, мы можем вполне доверить превосходному фра Тимотео. Он не любит доминиканцев». Монна Катарина рассмеялась грудным смехом. «Вы восхитительный человек, мессер Никколо. Если бы я все еще вызывала желание, и вы бы пожелали меня, я бы вам ни в чем не отказала». «Старая корова», сказал сам себе Макьевелли, но пожал ей руку и вслух ответил, «Если бы я не был так страстно влюблен вашу дочь, я ни минуты не колеблясь поймал бы вас на словце. Вот и Аврелия, я вас покидаю». Выскользнув из церкви, он отправился к ювелиру и купил цепочку, конечно, только золоченое серебро, потому что на золото у него не хватало денег, но прекрасной работы. На следующее утро он послал Пьеро купить корзину сочных фиг, которые, как сказала ему Монна Катарина, она очень любит, и, положив цепочку на дно корзины, приказал Пьеро отнести ей этот дар. Пьеро должен был сказать, что фиги это дар Макьевелли, и добавить, что внизу она найдет вещицу, которую он просит ее принять в знак его восхищения. Он чувствовал, что они с Монной Катариной прекрасно понимают друг друга, но при этом знал, что ничто так не способствует улучшению взаимопонимания, как маленький подарок. отец. Продолжение следует... Продолжение следует...